сегодня с нами лидеры самых устойчивых сообществ в россии самых сильных вот нам кажется что сообщество это огромная позитивная сила до такой нестабильности очень быстрых глобальных перемен турбулентности вот не собрались сегодня чтобы выяснить хватит ли силы сообществ чтобы повлиять на качество жизни сегодня буду модерировать эту встречу я меня зовут александр сила я директор x10 движения предприниматель и мастер академии x10 игоря рыбакова что такое же x10 движение да это некоммерческое сообщество где мы даем людям реальные инструменты для изменения своей жизни то есть проще говоря не даем возможность людям проявляться по-новому для себя вот миссия наша нашего движения это способствовать улучшение жизни качество жизни одного миллиарда людей амбициозно прошу послать эту вот это хорошо вот так хочу представить сегодня с гордостью наших прекрасных спикеров и прошу похлопать им в отдельности каждому и очень активно так сегодня с нами александр полянский сооснователь клуба первых и директор проектов пауз барданг похлопать алексея нищенко представитель сообщества на удобном управляющий директор компании феникс и этого я адвайзерс тоже похлопайте антон алексеев член 1 расширенной из как исполкома клуба эльбрус победитель конкурса лидеры россии генеральный директор новый космос . рф советник губернатора ростовской области охлопаем антон ульга немирович руководитель направлении образовательных программ центра трансформация образования школы управления сколково андрей кубский амбассадор и резидент клуба атланты партнер юридической компании ленчик крупские партнеры по ходу этом андреев дмитрий несмельянов резидент бизнес сообщества и киум основатель или один групп похлопаем и екатерина рыбакова президент рыбаков фонда основатель и диалог международного сообщества про женщин чувствуется что в зале больше женщин про женщин вот и хочу задать первый свой вопрос на самом деле первый свой вопрос задать всем но попросить ответить екатерину да расскажите в чем же сила и особенности именно вашего сообщества про женщин вот поэтому екатерина просьба вас начать этот в эту встречу спасибо спасибо саша за приглашение за организацию этой встречи спасибо за вопрос я начну немножечко издалека с того что почти восемь лет назад создавая рыбаков фонд мы делали ставку именно на развитие сообщества и сейчас вкратце попробую рассказать почему это был наш выбор когда какая-то филантропическая некоммерческая общественная инициатива берется за решение какой-то задачи на первом на втором или на третьем шаге мы всегда приходим все равно к идее создания сообщества то есть объединение людей заряженных этой идеей заряженных желанием это совершить это изменение эту трансформацию и чувствующих вот этот внутренний позыв они объединяются потому что и у них это идет изнутри их никто не заставляет их никто не принуждает к этому и не не примене не приходится прибегать к внешней мотивации какой-то виде зарплаты или еще чего-то люди объединяются договариваются и делают то что сами считают нужным важным для себя и получают удовлетворение такую обратную связь подкрепляющую виде того что они видят свою способность решать эти задачи эти проблемы и это наши такое мне кажется природное свойство качество нас людей представители человеческой цивилизации без этой способности не было бы человеческой цивилизации это в нас заложено но по разным причинам мы почему-то не всегда имеем доступ к этому инструменту но это вот издалека ученые подтверждают ученые трех областях человеческого знания социологи уверяют нас что мы как общество существуем только благодаря вот этим горизонтальным слабым связям то что называется связи которые основаны на таком феномене как доверие мы много говорим о доверии и связанность общества вот эта ткань цел цельная целостная ткань общества напрямую связана с радиусом доверия то есть радиус доверия когда доверие мое распространяется не только на самый близкий круг на людей которых я уже давно знаю с которыми путь соли съела ну и так далее а на на вообще всех людей которые со мной в этой городе в этой стране в этом мире живут то есть я безусловно доверяю людям изначально это моя позиция изначальное отношение к любому человеку даже если его не знаю и вот то насколько этот радиус доверия широк обеспечивает вот эту связность цельность нерушимость социума как такового это первый аспект дальше это напрямую влияет на экономику на макроэкономические показатели это тоже ученые подтверждают и даже есть исследование у меня тут вот есть цифры ну ладно без цифр если поверьте на слово что уровень доверия и вот этой связности напрямую связан с экономическими показателями и если бы в россии уровень доверия между людьми а россия атомизированное общество и доверие невысокое по сравнению с некоторыми другими странами если бы у нас был уровень доверия такой же как например в швеции то ввп наш вырос бы на 70 процентов это доказано учеными экономистами макроэкономистами то есть в этом колоссальный потенциал экономического развития есть нас и следующий аспект это чисто психологический это во многом то о чем мы сегодня собираемся говорить это психологический комфорт душевное благополучие качество жизни в конце концов да это профилактика даже многих психических и ментальных нарушений у людей которые вызываются чувством во-первых одиночество вторых потери смысла жизни экстрисциальные кризисы ну в общем в этом очень много всего сейчас вот будем разбираться постепенно я расскажу почему мы рыбаков фонд начали этим заниматься вообще и вот про сообщество про женщин теперь расскажу конечно сразу начинаю улыбаться это феномен конечно мы создавая это сообщество запускает и поддерживаю развитие мы не ожидали такого эффекта это оказалось действительно настолько востребованной и настолько попадает в какой-то запросы в какую-то потребность женщины чувствуют себе потенциал женщины чувствуют что они способны реализоваться и сделать вклад в свое личное развитие в развитии своего окружения близкого это семьи это сотрудники это свои местные сообщества города регионы женщины чувствуют этот потенциал чувствуют потребность его реализовывать но в привычном окружении они не находят поддержки эти строи стремлений но так сложилось но неважно до традиции история все вот это опыт какой-то предыдущий и не когда они встречаются сообществом они понимают что вот это место где я могу это сделать не просто безопасно дань эта среда где я могу пробовать делать это безопасно но еще я и получаю поддержку и поширение постоянно от этого и таким образом вот эта идея очень быстро захватила уже не только нашу страну уже наши участницы общества открывают свои сообщества по сути про женщин это сеть локальных сообществ каждом городе в каждом регионе и в каждой стране который присоединяется к обществу появляется свое сообщество она живет своей жизни но при этом она постоянно взаимодействует сообществами других городов это постоянный обмен и энергией и опытом и знаниями в общем я закругляюсь могу горит бесконечно не катерина сейчас мне кажется надо похлопать 55 тысяч женщин это конечно уже супер силы но все же вот может быть какую-то одну супер силу вы поделите вот сообщество про женщин я думаю созидание созидание спасибо спасибо екатерин дальше я хотел бы чтобы на этот вопрос тоже ответил каждого из наших спикеров вот хотел бы ну алексей давайте спас начнем всем добрый день рад всех видеть здесь спасибо большое за организацию за приглашение здорово у нас у каждого из нас проходит много мероприятий мы здорово увидеть всех на сцене тех кто обычно стоит рядом с вами сообществами я как не представили представитель сообщества но и дом я даже чуть расскажу про что такое но удобно может быть кто-то из вас уже знает но я хотел сказать что не очень созвучно то что сказала екатерина ценность сообщества особенно сейчас в наше время вопрос одиночество про вопрос сужающегося сокращающегося радиуса доверия и про то что как раз нам нужно вот эта точка опоры находить вокруг себя каждый находит ее и дальше уже от масштаба личности зависит какой какая точка опоры нужно у кого-то это достаточно семьи у кого-то шире компания бизнес или люди которыми окружают но в целом сообщество это про то что как я для себя это вывожу для нас что это организация которая помогает сократить транзакционные издержки на расширение радиуса доверия потому что попадая находясь в одной группе уже людей которые собрались почему-то по какой-то идее принципу ценности вам уже проще установить с ними отношения сначала не функциональные а потом уже функциональные возможно и в новый дом как раз там переходя у нас наверное одна из базовых концепций но дом это сообща созданного данным вероникой зонадан несет свои корни там мы экспериментировали еще со сколково в разных организациях на вот оформилась она несколько лет назад как такое уже место конкретно москве в роману переулке свой большой дом и сообщество нас то уже больше 500 человек но при этом растем очень так рекомендации то есть из изнутри из самого сообщества у нас не открыт какой-то большой набор и так далее и почему для нас то важно потому что мир дом собирается по ценностям у нас нет какой-то общей цели или идеи задачи которым все вместе решаем скорее идея в интеграции разнообразия люди не похожи друг на друга и не так нету какой-то не принципы по которым они объединены у нас люди из науки культуры искусства бизнеса филантропии 50 на 50 примерно бизнесмены владельцы бизнеса топ-менеджеры и люди из искусства творчества спортсмены и так далее и прям 50 на 50 мужчины и женщины то есть тоже что нас он отличает от именно бизнес-сообщества марачит и не деловое сообщество не за его не потому что если не деловые все понятны с этим занимаются мы стараемся фокусироваться на вещах которые значит или мы все готовят перед новым годом список от чего я хочу поделать когда мне будет много свободного времени я займусь вот этим вот этим вот этим и такие списки которые важным и несрочно вот не то что сейчас пара евро доллар до обсуждать а то что займусь альпинизмом или начну учиться там утра и самолетом для такое сообщество займешь к этой инициативы и социальной и вот но он пытается такой созидательную среду найти ролевые набери чтобы люди могли это реализовывать потому что есть люди которые у нас которые пишут книги которые рекордсмены фридайвингу есть писатели художники очень крупные бизнесмены руководители государственные деятели чиновники и так далее вот это вот в том что это непохожесть людей когда мы смотрим вместе на одну и ту же проблему возникает разность разность мнений разные взгляды на одну и ту же тему через это мы обогащаемся через это мы обстукиваем одни и те же идеи только дрожку и вместе становимся то есть развиваемся и 2 2 такой аспект корневая сказанная тема в новой доме это тема преемственности и межпоколенческого общения то есть нас как раз такой семейный клуб у нас очень много мероприятий детских семейных где люди приходят с родителями с детьми для того чтобы выстроить именно диалог внутри семьи и между разными поколениями в нашем сообществе нам кажется что очень важно именно благосрочное развитие страны и общества она базируется на том числе воспитание и образование это как мы общаемся с нашими детьми как мы включаем этот диалог очень важно и будет видно через какое-то количество лет и у екатерины абсолютно мне кажется и у игоря тоже похожий подход про вот тему воспитание образование как одна из ключевых направлений деятельности сообщества и про женщин и в принципе все деятельности рыбаков foundation что есть но если коротко она ждем это так суперсилы суперсила суперсила как раз в том что очень разные люди и суперсила в том что люди находят здесь ролевые модели куда бы сможет посмотреть пообщаться и нужно установить как раз кровь по колически какой-то диалог набраться знания набраться опыта а может быть просто иногда это пилоток воздуха то есть вот люди приходят к нам и говорят слушай давай не будем говорить про там вот какую-то насущную проблему или про какую-то проблему в бизнесе давай поговорим вот просто день космонавтики вот вчера да там и позавчера когда мы когда мы встречались с космонавтом и вот в этом такая возможность у каждого смысл жизни поиска смысл нахождения в сообществе но дом свой но главное что он есть и мы вместе его ищем потанше найти обрести и такое путешествие нет какой-то задачи что-то решить спасибо алексей поставим дальше бы я хотел передать микрофон когда александру полянскому да спасибо большое тем более он уже с микрофоном сам взял спасибо организаторам что пригласили спасибо за такую прям интересную тему и дискуссию здесь знаете как интересно сказал алексей здесь действительно мы собрались как три бизнес-сообщества здесь значит вместе нас как-то притягивает а еще хотел вот екатерина алексей говорили о том что сообщества они как вот так чуть по умничают этом убираю транзакционные сдержки в общении или по-простому формируют доверие но вот это действительно так и поэтому на мой взгляд вообще очень радуюсь когда у нас количество сообщества растет неважно каких неважно какие темы но неважно к чему какой принадлежности каким целям но сообщества они действительно очень важны вообще в целом как и для бизнеса так целом для общества потому что вот эта вот близость она людей и вот эти стирание барьеров об aprender они ускоряют фактически любые процесс процессы в бизнесе процессы в каких-то проектах социальных в общественных образователей просто не нужно вот этот вот осуществлять деятельность потому чтобы изучить что у тебя там за партнер контрагент стоит но что уже есть определенная доверия поэтому фактически вот количество сообщества и то как они развиваются это с одной стороны кажется что они формируют только пользу для самих его резидентов или членов но по факту вообще этого распространения идет шире далеко за сообщество и точно влияет вот на все общество и на страну поэтому я это безусловно рад поэтому мне нравится вот я узнаю новые сообщества знания новых людей и этому бесконечно радость если про клуб первых то более пяти лет назад по инициативе сбера он был создан сейчас это более 800 участников это средний крупный бизнес исключительно и на главной такой отличительной особенностью это является то что у нас очень такая большая фокусировка на профессиональные направления то есть мы занимаемся вот я отраслевые наши направления там рабочие группы проводим все очень сильно касается бизнеса мы очень сильно раскачиваем международное направление открываем строительство разных странах и сейчас формируем такой найти дополненное наверное пространство виде цифрового такого пространства чтобы каждый наш участник мог дотянуться и иметь ресурсы клуба в любой точке поэтому вот мы такие сфокусированы бизнес сообщества но хотя не единым бизнесом и конечно живем потому что мы понимаем что бизнес это такой знаете это наверно вещь который объединяет людей но вот там где действительно обретается этот тепло отношения доверия это все вот происходит в таких вот дополнительных таких активностях вещах поэтому конечно же у нас его высокая большая культурная повестка мы у нас книжные клубы интеллектуальные клубы все это есть поэтому дополнены обязательно конечно эти пресс супер силу я подумал какая супер сила но супер сила конечно же в наших участников потому что мы нам удалось сформировать такой очень действительно такой вот сильный состав причем это такой знаете любящий свою страну любящий то чем они занимаются готовых в нее инвестировать развивать поэтому вот участники это наша супер сила спасибо александр за такой проверенный проект дальше бы хотел бы чтобы высказался у нас антен алексеев вот прошу спасибо большое за возможность сегодня присутствовать вместе с вами первый раз действительно в рыбаков тавр и конечно в ростовской области есть эквиум мы с коллегами дружим увлекали их в различные мероприятия различных сообществ не только эльбрус два слова вот про эльбрус это 447 членов практически во всех регионах нашей страны победители конкурса лизер россии управленцев со всех четырех сезонов к слову пятый сезон буквально на днях запустился уже более 50 тысяч регистраций кто хочет присоединиться пожалуйста вот у нас деятельность в основном идет гон и 14 проектов это обучающие экспедиции уроки лидерство уроки в родной школе и многое многое другое то что про такое несение добрых дел при помощи наших возможностей вместе чуть вперед забегая про супер силу у нас могу сказать что это такое покрытие практически в каждом регионе нашей страны ты можешь найти единомышленник который хочет развивать регион хочет развивать своими возможностями возможностями различных организаций государственных все и делать все что он видит вокруг себя лучше в этом смысле эльбрус нас сплачивает и добрыми делами и общими активностями например у нас только четыре восхождения на собственно сам эльбрус был вот поэтому есть очень много интересного в нашем сообществе которые конечно члены нашего сообщества является членами других сообществ перекрещая прикрещиваясь и в принципе используя вот эти коммуникации хотел бы чуть дискуссию добавить мне очень заинтересовали как экономиста по нескольким образованием цифры которые екатерина обозначил по поводу уровня доверия как раз в первые источники посмотрел по поводу уровня 69 процентов который может быть в россии этому во много раз увеличит ввп насколько я понял оригинал этих изысканий это французских исследователей в десятом году был соответственно я думаю что здесь такое может быть довольно субъективный вопрос я начал думать о том что действительно ли вот доверие может быть ключевым таким для ввп и тут же другое исследование там двадцать первого двадцатого года у элдерман некая консалтинговая фирма показывает что уровень доверия в сша по бизнесу с и другим направлениям в среднем 47 процентов например а в индии там и китая 89 78 то есть вот с точки зрения экономических есть действительно полярные точки зрения насколько это друг с другом связано и нас упоминаю про то как вот когда присутствие различных населенных пунктах малых городах нашей страны сегодня в деревнях и так далее там порой доверие настолько оно большое между людьми что ключик под ковриком могут оставить и в принципе все об этом соседи знают но вместе с тем экономические некоторые показатели к сожалению порой недостаточно и хочется и нужно разными факторами и программами инструментами помогать развивать но это не в противорес это вот я так для полна той картины полу по доверию если конечно говорить о ценности сообществ то безусловно да и слава богу чтобы у нас их было больше продуктивнее и мне кажется еще будем будем более эффективно если будем вот в таких пространствах объединяться и знать друг про друга больше а может быть и какие-то общие проекты запускать спасибо спасибо могу короткий комментарий дать про доверие у ученых социологов есть термин социальный капитал он бывает открытый и закрытый и вот люди в маленьких городах демонстрируют как раз закрытый социальный капитал они друг другу очень доверяют но при этом они не доверяют абсолютно никому вовне никаким государственным общественным институтом и например если мы со своим сообществом к ним придем и предложим им присоединиться они откажутся потому что они нам не доверяют и это как раз то доверие о котором мы говорим который ценность несет и показатели вот этим экономически в том числе за собой интересно я я понимаю вот с точки зрения чего по социальным доверия я вот кто кстати извини про радиус доверия да вот это как раз показывает что здесь ограниченный радиус доверия может быть широким но он ограничен все равно вот этим кругом людей которые вместе живут и хорошо друг друга знают мы же как раз про вот это доверие про общем то советском союзе в принципе вот это не как сейчас мало деревнях она по всей стране было на экономических показателей были чуть ниже но я про вот еще вот момент вот то что в исследовании которым когда нам прислали вот материалы редакторы к этому собранию там было что доверие в россии в принципе не только бизнесу но и такой был тезис про государству от общества он чуть ли не там ниже 20 процентов в этом смысле ну каждый к своей статистике доверяет я не в плане того что вот все так считает но тем данные которым я доверяю там доверие к тому же президенту это у нас сегодня более 80 процентов то есть мне кажется вот бизнесу доверие к государству вот ко всем вот этим историям это все отдельная история вот прям все вместе вот так вот в одну в один показатель внести но это опять же субъективное могу ошибаться спасибо спасибо ну зато с дискуссию желаю поднять да очень классное название или брус у меня кстати от супруга с ребра все поэтому мне вдвойне приятно нет непосредственно с ребра с так дальше бы хотел бы чтобы у нас предложил андрей крупский это до соборы везде клуба атланты вот андрей спасибо спасибо мы действительно рекомендую сбербанк первые атланты кто-то столько столько похожи мы такие разные но все-таки мы пущем похожие на веселье рядом всегда клуб атланты это бизнес сообщества мы им сообщества да да под клуба потому что у нас основатели совпадают по мере быного даняна михаил воронин наш учредитель нам 6 лет мы сугубо во первых первую очередь конечно бизнес сообщества это повестка вокруг которой собирается малый средний бизнес наш клуб уже нас больше 800 человек чем очень гордимся Говоря сразу про суперсилы, у нас лозунг звучит «Вместе сильнее». Потому что собрать всех людей в одном месте, и чтобы эти люди были отобраны, заряжены, экологичны – это первый шаг. А второй шаг – это поддержание атмосферы. Нам удается это благодаря ценностям, которые исповедуют все амбассадоры и давние резиденты. Во-первых, в «Ангельской войне» важно поддерживать такое решение, как «Клуб такой, какой ты». То есть каждый несет ответственность за ту атмосферу, за те события, за тот обмен, который происходит энергией внутри. И когда каждый из 800 человек является вкладом, становится лучше версии себя, то, конечно, мы получаем совершенно другой эффект. X10 и X1000 к своим результатам. Вторая наша ценность, она звучит тоже неожиданно для многих резидентов, которые входят в это сообщество. Когда ты что-то забираешь, ты наполняешь свои руки. Когда ты что-то отдаешь, ты наполняешь свое сердце. И культура и ценность давать, то есть вот это быть, желать, что-то дать человеку и поделиться чем-то, когда пишем, у нас в общем чате пишется запрос, то люди получают минимум 10 ответов, решений, контактов, соединствия, поддержки в этой ситуации. И, конечно, когда люди попадают в такую атмосферу, они действительно становятся другими. И вопрос доверия, и я еще добавлю в нашу дискуссию слово «открытость». Умение быть открытым, казалось бы, мы тут все открыты, у нас очень у всех тут моноплотный график встреч, знакомств, общения. Но реально искренне ли мы в этом общении? Реально нам не безразличен тот, с кем мы общаемся? Честны ли мы? Часто ли нам некогда быть таким? И вот учиться совмещать скорость, результаты и достижения с искренностью и открытостью, что я хочу быть настоящим, я хочу прожить настоящую, да, конечно, успешную и там, состоятельную жизнь, но деньги не заменят того качественного состояния, которое должно быть у нас внутри. И вот это сочетание этих двух ценностей выливает себя в том, что бывает, что у нас в фонгруппах ребята не знают, у кого какая машина. Нам это не важно. Нам важно проживать другую жизнь, поддержки, обмена. И, конечно, ради успеха предпринимательства наших компаний и их процветания. Далее я хотел бы передать слово Ольге. Так. Да, добрый день. Давайте поаплодируем. Уже приятно. Я как-то сразу захотела в женское сообщество такая поддержка. Давайте поаплодируем сильнее. Я представляю бизнес-школу Сколково. Немного расскажу про бизнес-школу, потому что со Сколково много чего путается вместе. Бизнес-школа Сколково — это частная образовательная организация. Мы проводим образовательные программы, стратегические разные инициативы, исследования. И я представляю Центр трансформации образования. Мы работаем со школьными управленцами. То есть это директора школ, управленческие команды школ. И проводим, у нас есть флагманская программа «Шаг развития школы». И формируем сообщество выпускников этих программ. То есть тут есть две грани этого сообщества. С одной стороны, это такое классическое для образовательного учреждения сообщество выпускников. Выпускники формируют какую-то связь со своей Alma Mater. Это может быть школа, может быть университет. В нашем случае это дополнительное образование. Но есть такое широкое сообщество выпускников Сколково. Довольно-таки сильное. Люди чувствуют привязанность к этому сообществу, готовы возвращаться в Сколково и делиться своими ресурсами. То есть, с одной стороны, это грань такая. Выпускники Сколково и выпускники нашей образовательной программы. А вторая грань этого сообщества, это, конечно, профессиональное сообщество. Потому что мы его позиционируем как сообщество стратегов в образовании. То есть это люди, которые готовы менять поле образовательное, менять школы. Что примечательно, это не всегда управленческие команды школы. Это иногда предприниматели, либо инвесторы в образовании. То есть это люди, которые заинтересованы в развитии школ, готовы инициировать и вкладываться в это. Наше сообщество в силу специфики, в основном женское. Ну, в специфике сферы, там, портрет педагогического сотрудника, думаю, многих есть в голове. И суперсила. Вот Екатерина говорила, как предприниматели, инициируя что-то новое, создают, вынуждены выходить в новое, создавать среду вокруг себя, тем самым запуская проекты формирования сообществ, как бы усиливая эту тему. И вот наше сообщество, ему 4 года, может быть, немного, но это много работы. И когда мы начинаем, мы тоже хотели усилить вот это поле людей, которые готовы менять школьное образование. Прошло 4 года, и суперсила сообщества в том, что я чувствую, что поле уже изменено участниками этого сообщества. То есть это такое активное сообщество. И для меня еще один из показателей, когда в чате сообществ не требуется координация какая-то внешнеусловных организаторов, когда он начинает жить само. То есть люди сами общаются между собой, предлагают какие-то инициативы. То есть оно такое внутренне организованное. Спасибо, Ольга. Давайте покладываем. Да, и Дмитрий Несмеянов, президент бизнес-сообщества ЭКИОМ. Тоже очень хочется послушать. Давайте покладываем. Всем привет и спасибо, что здесь сегодня вас вижу. Андрей, я хочу для начала развить то, что ты озвучил по поводу того, что мы, а, ролевые модели, и, б, мы про открытость, про искренность. И искренне могу сказать, я волнуюсь, я удивлен, но я искренне волнуюсь, хотя я понимаю, что вроде как занимаешься спортом, привыкаешь, становится легко. Выступаешь на сцене. Нет, мне не становится легко. Я каждый день волнуюсь. Ну так вот, а если... Давайте покладываем. По поводу ЭКИОМ, ЭКИОМ существует уже 7 лет, и, кстати, еще одна рекламная пауза. Ровно неделю назад, 7-го числа, ЭКИОМа был день рождения, и по этому поводу я прошу всех похлопать не менее, но этому замечательному событию. Спасибо. ЭКИОМ задумывался, как некая калька на тот момент с американского бизнес-сообщества Endeavor Global, задача которого была искать хайп-предпринимателей в развивающих странах и находить время, находить силы, финансы на то, чтобы их развивать, вкладываться, тем самым увеличивая и улучшая благосостояние людей и вообще в целом сообщества этих развивающих стран. И ЭКИОМ постарался начать сделать ровно то же самое здесь. Но в процессе стало понятно, что это эффективная модель, но она очень точечная и очень ограниченная. И в итоге резиденты, которые начали появляться в сообществе ЭКИОМ, они все больше и больше показывали, что это пассионарные люди, что это люди, которые хотят влиять, которые хотят участвовать и которым небезразличны те, кто находятся рядом. И на сегодняшний день ЭКИОМ — это очень активное сообщество, сообщество фактически самоорганизующееся, у которого, разумеется, есть прекрасный административный инструмент, аппарат, великолепные ребята помогают нам каждый день. Но все инициативы, инициативы, будь то спортивные инициативы, будь то бизнес-инициативы или социальные, они, как правило, ведутся резидентами. Как правило, все какие-то сумасшедшие организационные вещи, они делаются силами резидентов. И через это получается невероятная ценность сообщества. Потому что, вот говорим мы здесь про бизнес, бизнес становится, или благосостояние, он становится просто гигиеническим фактором. Потому что, находясь в поле таких людей, органически, просто, ну, категорически сложно не развить свой бизнес, не увеличить свое благосостояние, потому что объем компетенции и знаний, он невероятный. И поэтому это идет, само собой разумеюще. Те же самые вопросы, бизнес-вопросы, они в форум-группах практически исчезают. Они решаются, совершенно верно, легко и просто в чате. Мол, слушай, а как найти звезду с неба? А вот так. Да, и там 5-6 ответов легко дают сразу. А внутри форум-групп мы обсуждаем глубоко личные, глубоко волнующие людей вопросы такие, что там часть резидентов, я знаю, что просто перестали ходить, например, там на психотерапию просто. А зачем? Форум-группы, они сильнее, они мощнее. И в этом это одна из суперсил. А дальше, что касается Экном, на мой взгляд, очень важная его, если не отличие, то особенность, то, что в рамках клуба начали появляться сильные ролевые модели, как Игорь Владимирович, как Оскар Хартман. Те, кто сегодня показывают, что там очередная яхта или очередной гелендваген, они не важны, они, это просто, ну, это не имеет значения, если это сравнивать с образованием детей, с какими-то социальными инициативами, с тем, что мы можем привнести. И на мой взгляд, вот этот образ, эта модель открытости, которая дается лидерами сообществ, она как раз основная, и она очень органично перенимается с остальными участниками. И я смотрю, вот я в клубе третий год и семи, и я вижу, насколько изменились люди внутри клуба, как много появилось внешних инициатив, как много появилось глобальных планов, как у людей вообще поменялась голова. И в этом, на мой взгляд, огромная ценность сообщества. Если опережать твой вопрос и говорить про суперсилу, то это однозначно забота. Забота друг о дружке и о тех, кто рядом с нами. Ред, да, спасибо, что дали такие развернутые ответы. И следующий тоже вопрос будет, на самом деле, мы вот сейчас увидели абсолютно разные сообщества, с разными ценностями, с разным, с разным, наверное, таким направлением, да, есть бизнес, есть некоммерческий. И вот следующий вопрос вам такой. Все же можно ли найти одно определение сообществу? И какие признаки, ну, какими признаками оно должно обладать? И если вы founder, ну, основатель, да, это расскажите, как вы поняли, что сообщество уже сложилось? А если вы резидент, как вы почувствовали себя вот частью именно, то есть вот именно уже это, но, Екатерина, ну, давайте, да, с вас начнем. В одно слово определение мне сложно дать, я с признаков начну. Для меня основной признак сообщества это добровольность участия. То есть, людей невозможно заставить или как-то внешне, как я уже говорила, замотивировать прийти в сообщество, остаться там. Это только их добрая воля приводит их в это сообщество. Второй признак сообщества это, ну, сообщество не любого, а того, которое мы хотим развивать и поддерживать. Это самоорганизующийся принцип, принцип самоорганизующегося сообщества, когда развитие сообщества и вообще жизнь сообщества, да, ПОРС сообщества строится на инициативе участников или участниц и вообще жизнь сообщества, хотя оно, это не это не понарошки сообщества существует и действительно колоссальные силы общественные, но в то же время жизнь сообщества мне напоминает игру, когда люди, как и в игре, добровольно включаются и удовольствие получают от процесса, от процесса, в котором они увлекаются и в котором они чувствуют, что идет ценность какая-то, развитие, развитие себя и своих контактов, умение строить эти контакты, связи. Вот, если коротко, для меня сообщество это такая история. Да, но я не буду расспрашивать сложилось и сообщество про женщин, давайте похлопаем. Екатерина. У этих особенностей сообщества есть обратная сторона. Сообщество либо очень сложно, либо практически невозможно управлять в том смысле, к которому мы привыкли. Управление такое жесткое, безапелляционное, иерархическое. Но при этом через смыслы, через ценности мы можем направлять развитие сообщества, но оно пойдет туда, куда это естественно пред природой, предрасположено. Вот так я скажу. спасибо, Екатерина. Андрей, Екатерина сказала, что женщиной, тем более женщиной-лидером нельзя управлять, хочется добавить, ее можно только любить. да, вот. Спасибо, это глава смелый, да, это сердце, это сердце. я бы выбирать какое-то одно слово, которое как-то характеризуется общество, я разрываюсь между своим объединения и между своим опыление. У нас внутри, в Атлантах, есть такое термин опыление друг друга, что ты пришел, ты можешь на какой-то мере тебе прийти, пообщаться с несколькими людьми, просто вот так вот покасательный, какое-то количество, там, минут, десятков минут, и ты что-то взял, и ты что-то дал, и там человек что-то взял, и то есть это такое волшебство происходит, неожиданное, по обмену, поэтому, как вот у нас вот опыление есть такой термин. А, какой бы запрессионный? Признаки сообщества есть, тоже служба с сообществом. А я не забылся, просто, да. Я не знаю так, что когда большинство резидентов, членов сообщества понимает ценности и возможности это сообщество, вот тогда она сложилась. Вот когда есть люди, когда приходит на резидент, там, со своим каким-то пониманием, что тут, как тут, ее приглашают, резиденты уже обнимают и что-то ему объясняют, и говорят, давай вот с нами, у нас вот так принято. То есть, как только вот большинство команды внутри именно членов держатся, являются охранниками этих ценностей, носителями их, там, это ДНК-хранителями, распространителями. Вот я считаю, что все, сообщество уже не сломать, потому что там уже сила. Давайте, хотелось бы немножко послушать вас. Да, да, я, я, к признакам сообщества, я тоже подумала про то, что это добровольное участие, но для меня еще другой признак, это общее пространство целей, то есть, люди имеют общие цели, для меня это характерный признак сообщества, про определение, наверное, если по-простому говорить, то сообщество это общность людей, и опять же, если очень по-простому, то сообщество, собственно, гарантирует, что ты не умрешь на улице голодный и холодный, то есть, это такое безопасное пространство в историческом ракурсе, ну, да, то есть, если прям до крайности доводить, в историческом ракурсе сообщества, когда еще не было государства, люди жили общинами, и община, она вот гарантировала такую безопасность, воспитание детей, и там финансовую какую-то устойчивость, потом пришло государство, эти функции там разнеслись по общественным институтам, государственным институтам, но вот это вот желание возродить общину, оно как раз выражается в сообществах, возродить общину в том плане, что чувствовать это пространство безопасности, и чувствовать, что тебя поддержат в сложной ситуации, как понять, как я понимаю, что оно сложилось, наверное, когда я вижу, что члены сообщества даже лучше меня рассказывают о целях этого сообщества, то есть когда ты начинаешь что-то, и ты ищешь сподвижников этой цели, а потом как-то все, оно живет, прижилось, и людям в этом как-то комфортно, они сами готовы быть агентами этих сообществ. Спасибо, Александр. Давайте похлопаем. Да, пожалуйста, спасибо. Вообще приятно находиться еще раз уже в таком составе, у меня, в принципе, еще есть опыт, я учился в МИФИ, там такой физический университет, и там как раз мужская в основном аудитория, как вы понимаете. И вообще у нас тоже в клубе в основном все-таки так сложилось, что в основном вот мужская аудитория, поэтому сегодня очень особенно приятно. Вы знаете, вот по поводу сообществ, здесь, я вообще считаю, что людям, конечно, действительно, они стремятся все объединяться, особенно когда сложные времена, вот всегда хочется быть вместе, хочется объединяться. Я, например, разделяю сообщества по принципу клея, который там сформирован, или по принадлежности, то есть это, например, первая группа, это люди собираются вокруг какой-то общей цели. Ну, допустим, они хотят забраться на какой-то Нельбрус, они хотят, допустим, вместе, похудеть, это вот определенная цель, вокруг которой они формируют там сообщество. Другая принадлежность вокруг места или какого-то вот события, ну, допустим, там сообщества университета, сообщества какого-то команды. и третья, такая вот группа, это принадлежность какой-то социальной роли, такой общественной роли, предпринимателей, женщины, вот, и так далее. Вот это определенное, понятно, бывают там смешения, но в целом вот я вот так вот разделяю, поэтому всегда это проклей, про какую-то принадлежность к чему-то. Вот, я, как понимаю, был вопрос, это в том, как вы понимаете, как состоялось сообщество, да? Да. Ну, вот я задумался над этим вопросом, мне было вот время немножечко подумать. И знаете, здесь есть два фактора таких. Если с точки зрения прямо вот числовой, такой цифровой, то хочется, конечно, сказать, что, конечно, если человек голосует рублем, то это значит уже вот членский износ, там, оплачивая, значит, уже состоялся, но на самом деле не это важно. Наши участники, прежде всего, голосуют своим временем, потому что у нас предприниматели, самый дорогой ресурс это время, если он посвящает время сообществу, выделяет, а выделяет, например, вот в нашем клубе это минимум один день, прям один целый день, он должен так выделить, то значит, что-то мы делаем правильно, значит, сообщество действительно существует. И вот очень приятно встречать наших резидентов, которые, с которыми ты уже в сообществе, в нашем клубе уже более пяти лет, это очень большие предприниматели, и они ежемесячно, ты их видишь, они приходят, и вот из точки зрения, значит, абсолютно, вот, скажем, конкретных вещей, вот время тратят, значит, состоялось. Второе, наверное, такой фактор, это проекты, количество разных проектов, которые вместе запускают, буквально, они прямо постоянно идут, буквально недавно, я вот сейчас сидел, вспомнил, там, неделю назад, запустили совместный парк развлечений детский, наши участники, построили очередной дата-центр, вместе, там строится прям сеть дата-центра, и так далее, это очень в разных направлениях, постоянно эти проекты, это существует, но самое, наверное, ценное, самое приятное, вот, что меня очень сильно драйвит, вот, зажигает, мотивирует, и всю нашу команду, которая работает сообществом, и тех участников, наших амбассадоров, это когда ты видишь, и когда к тебе приходит резидент, и говорит, спасибо, я здесь обрел, наверное, не друзей, это что-то другое, вот, это единомышленников, это свое место силы, свое место поддержки, место, где меня понимают, с кем я могу развиваться, с новые проекты запускать, туда, куда я прихожу, чтобы, когда мне тяжело, туда, когда я прихожу, когда мне нужно новый, сделать бизнес, когда я не знаю, что делать, например, с ситуацией, и когда вот эта благодарность возвращается, ты понимаешь, что что-то делается очень правильно, и вектор очень правильно. Спасибо. Да, я хочу, мне кажется, тоже добавить немножко, что все к нам приходит от людей и для людей, да, вот, и это сообщество, это такое отражение. Далее, давайте, Алексей. Аплодируйте, пожалуйста, пожалуйста. Все, аплодируйте. Монка, благодарю. Глава, давайте еще раз, я попрошу. Радиксон, я дуэльно попросился, не попросился, спасибо большое. Вот и есть сообщество, ребята, вот что я хотел показать. Нет, кроме шуток, я всех очень внимательно слушаю, и лично мне хочется вступить в большинство сообществ, которые сейчас представляют ребят на сцене, особенно в пружейщин, но там плава. Вы же не плачете, хорошо, вы плачете, у нас учительность. Вопрос про сообщество, что такое сообщество, и одно определенно не дадим, мы все дали, добавили, мы сказали себе, да, 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 и добавили, насыпали своих каких-то принципов ценностей. Для меня это, ну, это соотворчество, сообщество, соотворчество, или место, где есть сообщники. Вот сообщники, в том плане, что вместе можно поделать, что это, вот это очень похоже на то, что говорит и Саша, что есть люди, которые объединяются, делают совместные проекты. А второе, сообщество, и то, что отзывается, то, что Екатерина говорит, невозможность оставить силы, и это, наверное, отличается от простого нетверкинга, что люди в сообществе дружат, это нужно во взрослом воздействии найти себе друзей, не через визитную карточку и сразу себя поставить, я вот, вот моя визитная карточка, вот твоя визитная карточка, давай думаем, о чем мы можем поделать вместе, а через слабые стороны, вместе, занимаясь каким-то видом спорта, или разбираясь в предмете, какой-то, который мы не разбираемся, и не слушая про лекции замечательного Александра Рузана, про индекс доверия, или читая исследования Дульмана про баронитр доверия. И через это, через слабые стороны, мы вместе проводим, проходим, совместно на же Туркут появляется. Ведь мы же, большинство из вас чувствуем, это после путешествий, после образовательных историй. И мне кажется, все эти, как сидят на сцену, они стараются воспроизвести этот же опыт, и поэтому у всех есть, наверное, траве, какие-нибудь направления у ребят, и у всех есть образовательные какие-то инициативы внутри, и социальные проекты. И вот этот жизненный опыт, как раз совместно прожитую эмоцию, это и есть сообщество, вы становитесь ближе. Для меня это очень просто, я сейчас когда думаю, слышал, где вот сообщество, проще всего почувствовать. В самолете, когда вы летите, вот какая-то группа людей с вами летит, ну, понятно, абсолютно, явно не сообщество. А прилетаете на пересадку, у вас заблаживает рейс, вы ссоритесь с представителями одной компании, все вместе, в захлеб, в этом уже друзья, или другом делитесь там с окон, что-то детям дать и прочее, в этом же сообщество как будто. Хотя люди такие же неизвестные друг друга, ничем не связаны, очень короткий опыт, и вряд ли вы потом созвоните с этим человеком число это время. Представьте себе, если вы с этим человеком встречаетесь в течение в таком же, вот и проживаете в течение года семи-трех, вот ну, то есть каждый, как это делает. Вот, каждый год стараюсь оказаться на сенамет, через это обретая новых, новых друзей, новинами сообщества. Но вот это, как понять, что оно существует, проекты делают, действительно, люди вместе, хороши, люди с одинаковыми ценностями или принципами, собраны многотутными, любознательными, активными, собранными в одном месте, просто не могут делать что-то вместе, создавать какие-то проекты, инициативы, они могут это делать вместе внутри сообщества, могут забирать что-то с собой и делать своих бизнесов, своих социальных проектах. Но это видно, что это растет, это появляется, об этом начинают говорить, и как в такой некой теплинице все-таки эффект возникает, что прорастают проекты и развиваются вместе. Вот, наверное, так. Спасибо. Дальше, Алексей. Созидание, о котором я говорила. Спасибо, Алексей. Я можно? Коротко, что у меня откликнулось, действительно, когда сопоставить вот эти Network мероприятия и сообщества, в чем разница, действительно, в том, что на таких просто встречах для знакомства делового мы показываем свои сильные стороны и встречаемся какими-то статусами, регалями. А в сообществе мы действительно не боимся быть открытыми, не боимся встретиться со своей уязвимостью друг с другом. Именно для этого и нужна вот эта безопасная среда доверия. Спасибо. Если коротко, на мой взгляд, первое, это забота друг о друге и второе, это инициативность. И если развернуть уже мой опыт, я точно совершенно первый год был в самолете, но я видел соседние ряды, я более-менее с ними познакомился, форум-группа, учредители клуба, ну и какие-то люди случайные контакты. И у меня был вопрос, как я понимаю и у большинства тоже, кто рядом со мной был, а зачем вообще бизнес-клуб? В форум-группе хорошо, там ценность понятна, она невероятная, но а бизнес-клуб-то зачем, что он дает? А потом, по прошествии года, я понял, что бизнес-клуб он не дает, если ты сам не вовлекаешься, если ты сам не отдаешь, если сам не придумываешь, не привносишь. И как раз, как только я понял, что инициатива, она в данной ситуации ненаказуема, она оборёт поощряема, и она является тем самым клеем, клуб, моё участие, каждый день я начал всё больше и больше вовлекаться в его жизнь, в его развитие, я понял, что я знаю уже половину самолёта, потом я познакомился со всем самолётом, ну, я думаю, что со всем самолётом из московского чаптера, с пилотами, безусловно, тоже, и это невероятное удовольствие, невероятный восторг. Самый, вот здесь затронули тему, то, что во взрослом возрасте трудно найти друзей, и я абсолютно согласен, ещё вот три года назад у меня был такой некий эмоциональный кризис, я понимал, что есть близкие мне люди, ну, фактически родственники, или там друзья глубокого детства, которые уже действительно как братья и сёстры, это единичные люди, а те, с кем хотелось бы каждый день общаться, и с ними можно было бы поговорить не только, там, допустим, о личном, но и о работе, или наоборот, поговорить о работе, но открыто, а не с фигой в кармане, таких людей я просто не видел, и бизнес-клуб, он дал вот эти вот невероятные связи, когда я понимаю, что мы не боимся, вот как пример, несколько недель назад у меня была командировка в Питер, я написал в общий чат, говорю, ребят, если кто в Питере, буду рад вечером поужинать, ну, в принципе, я рассчитывал, что я отлично после встречи спокойно проведу время в отеле отдохну, но не сложилось, мне тут же ответили, сказали, слушай, привет, я в Питере, давай поужинаем, мы планировали встретиться на час, я этого человека видел до этого один раз в жизни в клубе, через три с половиной часа мы не могли расстаться, и мы поднимали такие темы, которые я, в принципе, с близкими друзьями далеко не всегда подниму, они были настолько глубокие и открытые, и вот в этой привычке к открытости, в этой привычке отдавать есть основная ценность. Спасибо, спасибо, Дмитрий, очень, Хочется действительно только добавить ко всем этим определениям, ну, в целом, сообщество, как отдельная группа, социальная единица, признаки действительно могут быть разные, вот очень грамотно были перечислены все возможные вариации, здесь только можно добавить нормы, религии, ценности, ну, у каждого свое, в каком-то смысле, что в нашем случае, в Эльбрусе, в лидерах России объединяло, это общее дело, вот мне кажется, через общие активности, через какие-то такие объединяющие мероприятия, где каждый проявляет и свою натуру, и вот приверженность к ценностям, и, в принципе, раскрывает свой потенциал, вот через общее дело происходит эта химия коммуникаций, которая уже складывается в устойчивые взаимосвязи, и тогда получается узнать и пилотов самолета, и, собственно, весь пассажирский состав, и женское общество, стерлодест, и всех-всех-всех. В этом смысле, действительно, общее дело, оно объединяет, ну, большинство присутствующих, конечно, бизнес, либо общественные какие-то проекты, мне кажется, как раз те самые магниты-якоря, которые двигают развитие сообщества и дают качество уже жизни вокруг всех людей, которые так или иначе косненно или прямо взаимодействуют с ними. Спасибо, Антон. Мне кажется, мы немножко разобрались, да, что такое сообщество, и хотелось бы перейти дальше, а как сообщество влияет на экономику и вообще общество, да, и здесь я сейчас не буду задавать вопрос Екатерине, а задам вопрос Ольге. Вот. Ольга, расскажите, пожалуйста, в одной из статей вы рассуждали о том, что вот взаимодействие школ и локальных сообществ. Нам кажется, что это замечательный пример партнерства. Вы могли бы немножко коротко вот рассказать, если вы помните, о какой статье идет речь. Если я помню свою статью, да. Я помню. Статья была про партнерство школ с другими. В общем, школа такой традиционный, закрытый тип организации. такая вещь в себе, ей вполне себе комфортно, за своим забором. Если продолжать метафор, это самолет за забором, ему там вообще очень хорошо. И если школы строят партнерские взаимодействия, то они обычно с привычными ей партнерами, там, государства, родители, и навряд ли это можно характеризовать как партнерские, потому что они часто являются формальными, строятся для галочки, невзаимовыгодными. Но школа, по своей сути, это такая организация, которая лежит на пересечении разных общественных интересов. То есть то, чем занимается школа, интересно всем. У всех есть свои хотелки относительно школы и свои желания. И чтобы не оказаться заложником чужих ожиданий, школа должна выстраивать партнерские отношения. Также у школы есть свое пространство целей. И чтобы уметь их реализовывать, ей приходится настраивать партнерские отношения, в том числе, и взаимодействовать с разными, с государством, в том числе, с родителями и сообществами. Сообщество здесь, наверное, такой более-менее привычный, да, партнер для школы. И то, как они могут влиять друг на друга. Там есть разные исследования про описание этих типов взаимодействия. Интересно, когда мы смотрим на эти типы партнерств, на этих участников партнерств на школу, на семьи, на сообщество и с позиции другого. То есть мы смотрим на школу как на сообщество или на школу как на семью. И вот только смена этой оптики, она позволяет выстроить другие связи внутри школы. То есть взгляд на школу, как семью породил целую там плеяду подходов педагогических, которые имитируют эту теплоту семейных отношений в школе. А взгляд на школу как сообщество тоже как бы стал основой для многих образовательных подходов. Connection-based или community-based learning. Это вот такие образовательные подходы, которые ориентированы на построение значимых связей с тем местом, в котором находится школа. Ольга, еще добавлю вопрос. А как в целом сообщество, по вашему мнению, участвует в трансформации именно образования? Ну, они могут участвовать. И здесь как бы важно настроить именно эти партнерские связи. В чем сложность настроения партнерских связей со школой? Но школа зачастую не видит свои силы и начинает эти партнерские взаимодействия с такой позицией просящего. А тут важно как бы начать разговор с сообществом в зоне общих интересов. Спасибо, Ольга. Может быть, Екатерина что-то добавит по этому вопросу? Про школу, про сообщество и влияние их на образование. Школьные сообщества это еще один наш очень важный фокус интересов. Мы делаем игру «Школа рыбаков фонда» большая игра как раз в основе которой лежит концепция «Школа-центр социума». Там множество инструментов инструмент диагностики инструменты развития сообщества. И все это с целью действительно создать для детей плодотворную среду развития где они будут развивать жизненные навыки которые только в сообществе можно развить. Способность коммуницировать договариваться созидать и реализовывать задуманное в виде проектов или в виде там любой деятельности исследовательской деятельности это все формируется в сообществах о которых мы сегодня здесь так много говорим там особое качество взаимоотношений потому что если нет сообщества в школе то там отношения строятся по принципу иерархии там взрослый сильный априори прав ребенок учится подчиняться и дальше идет вот это как ну как негативные побочные эффекты там процветает буллинг в школах в силу этого это это можно углубляться сейчас действительно школьные сообщества это тоже наш фокус интереса очень важный спасибо Екатерина и давайте попробуем следующий вопрос так как вы являетесь идеологом и основателем вот про женщин да согласно исследованиям мировые кризисы больше всего влияют на незащищенные группы да население в том числе и на женщин вот мы знаем что пандемия да ударилась очень сильно по благополучию женщин и в последний год на женщин ложится очень большая нагрузка да вот хотелось бы понять как сообщество и помогает ли вот в такие сложные кризисные ситуации во время турбулентности как помогает это именно женщинам да спасибо ну да я согласна с тем что на женщин выпадает много испытаний сравнивать это очень сложно но тем не менее здесь работает принцип в который можно верить я верю что никому не даются испытаний больше чем он способен вынести может быть женщинам дается больше испытаний потому что они обладают большей выносливостью тоже такой есть какой-то жизнестойкостью и и как раз наша способность объединяться она из этого же корня наша способность адаптироваться к каким-то трудным жизненным ситуациям способность объединяться чтобы взаимную поддержку оказывать это наши способы приспосабливаться и выживать но мне очень нравится известное исследование карта ценности инглхарта в котором любое общество ценности распределяются то есть ценности выживания они как будто противоречат ценностям развития то есть если мы объединяемся ради того чтобы преодолевать трудности и выживать то мысли о развитии идеи развития для нас либо уходят на второй план либо вообще перестают быть важными поэтому это тоже надо учитывать и знаете как бы не зацикливаться на задачах выживания на этой программе выживания надо все равно как бы может быть где-то даже перешагнуть через это и пойти дальше потому что программы развития в итоге они более долгосрочные и если мы говорим о развитии общества то здесь как раз и о целях развития мы говорим не о сиюминутных целях не о том что нам нужно пережить эти сложные времена мы думаем о том что и даже косвенно мы коснулись уже темы детей которые сейчас на нас смотрят как на ролевые модели они они считывают и записывают и будут потом во взрослом возрасте воспроизводить эти модели если они сейчас считают наши программы выживания то они их будут воспроизводить потом и общество не будет развиваться ради этого хотя бы даже мы должны думать о долгосрочном развитии о целях которые мы ставим себе на десятилетия вперед и здесь мы женщины одни не справимся спасибо давайте я там так напомню да дальше следующий вопрос я хотел бы задать следующим нашим спикером и уважаем основатели и вот резиденты там сообщества до бизнес вот по оценкам по некоторым оценкам что бизнесу в россии доверяют до 80 процентов людей вот как предприниматели могут влиять на социальную сферу по вашему точке зрения и расскажите о самых ярких кейсов которые уже ваше сообщество происходит да и я думаю что хотел бы чтобы начал Александр давайте партия будем хорошая традиция смотрите у нас вообще в нашем клубе есть такой принцип не делись советом делись опытом то есть можно советчиков всегда много вот все таки если у тебя опыт поэтому я поделюсь как я это вижу именно в разрезе нашего бизнес сообщества а то работает ли это у других мне кажется да но решать каждому то есть мы участники с одной стороны кажется что приходит прежде всего в сообщество для ресурсов то есть получить контакты расширить свой социальный капитал найти партнеров на самом деле в большей степени в итоге получают знания получают чужой опыт такой вот во взаимодействии в специальных форматах которых они обмениваются им но не только это там они формируют и калибруют свои принципы и ценности бизнес ценности жизненной ценности то есть сообщество так сделано что оно формирует вот эти ценности оно их калибрует именно в правильное направление и потом разделяет между его участниками и это очень замечательный на самом деле механизм который работает потому что вот эти принципы например социальной ответственности предпринимателя принципы такой высокой культуры предпринимателя честности открытости которые собираются в сообществе они несут сначала свои знаете свой ближний круг то есть свои компании свои семьи к своим друзьям а компании у нас очень большие то есть это тысячи и тысячи сотрудников то есть они приносят туда принципы и культуру корпоративного управления другую корпоративной ответственности и это начинает такими волнами распространяться поэтому это как я уже в начале сказал что сообщество создавая ценность только сначала для своих членов имеет гораздо большую силу потому что вот это все хорошее все хорошее оно прям распространяет в общество эта сила очень она мощная она она добрая она мягкая и вот так вот через внутренние такие механизмы естественные такие процессы происходят влияние и второй какой был вопрос а да вы спросили про то знаете вот буквально неделю наверное назад у нас есть такие внутри нашего клуба называемые эфиры то есть это такой лайв подкаст мы ведем внутри и там у нас было три участника мы говорили про благотворительность и про волонтерство и вот так очень было интересно что у каждого это свое то есть каждый видит каждый находит себя в этом что ему близко что ему откликается один участник у нас например сам финансирует и сам помогает детям из детских домов социализироваться в мире то есть это в том числе выбор профессии профориентация полностью сам финансирует этот весь проект второй участник у нас волонтер в Лиза Алерт все знают да Лиза Алерт поиск он спас 60 человек на своем вертолете то есть у него есть вертолет он подрывается вот когда его вызывают когда что-то происходит действительно для него это главный приоритет он бежит садится вертолет и помогает 60 человек там разные истории давайте какой мы женщины третий участник он системно занимается благотворительностью потому что у него много разных проектов он очень много поддерживает но он понял что благотворительность не относится как раз ее нужно рассказывать как системно ее развивать что это тоже дело это тоже операционные процессы это не только результат благотворительности это тоже то что нужно создавать и тогда и она может быть более эффективной более понятной и прозрачной поэтому вот в этом смысле если я правильно воспоминал вопрос то вот такие разные направления есть их много да их можно перечислять потому что у нас 800 больше 800 участников 800 историй у каждого своя и можно у нас времени хватит спасибо Александр это на самом деле очень круто когда есть и идет такая интенция в сторону того что ответственные предприниматели понимают что и готовы на самом деле тратить свои ресурсы время деньги так ну и следующее я хотел бы пригласить к микрофону Дмитрия тоже поделись пожалуйста как в Эквиуме сейчас происходит и какие кейсы может быть ты знаешь на удивление созвучно и на мой взгляд здесь ключевой сценарий это ролевые модели поскольку все мы внутри развиваемся все мы друг другу пример дальше приходя в офис мы неизбежно это транслируем приходя в семью или к друзьям мы это транслируем и я сидел размышлял сейчас пока опять таки было время я понимаю что даже в рамках моего офиса корпоративная культура принципиально изменилась мы привили людям привычку учиться мы привили людям любовь к обучению мы привили людям ну разумеется не всем но ключевым или тем кто этого хочет желание проявлять инициативу выходить с какими-то предложениями и развиваться и это очень радостно наблюдать то есть я понимаю если в детстве я мог просто пойти и поднять там обертку от сникерса и кинуть ее в мусорку то сейчас вот эта вот обертка и эта мусорка они стали намного сильнее масштабнее и я понимаю что немножко в сторону развиваться ради того чтобы сидеть на деньгах это ну это вроде бы прикольно но это не интересно а развиваться и становится сильнее для того чтобы влиять и привносить больше пользу социуму фактически оставить что-то после себя в этом мире но оно имеет смысл на мой взгляд и если переходить уже к частным самые яркие на мой взгляд инициативы первые это плейскул и не потому что это Игорь Владимирович и Екатерина а потому что это очень масштабное влияние на большое количество детей это вклад в далекое ну фактически в далекое пускай и близкое будущее второй проект который на мой взгляд заслуживает очень большого внимания это один из наших резидентов краснотарий если я правильно помню он инвестирует и сам разрабатывает в том числе экзоскелеты для детей больных ДЦП то есть он фактически им дает возможность и сейчас это согласуется на уровне Минздрава и так далее то есть фактически он дает им возможность проживать ту жизнь которую могут проживать обычные люди на мой взгляд это очень важно и в целом если поговорить с большинством резидентов кто-то просто там ежедневно ну ежемесячно да отдает деньги на благотворительность кто-то ставит себе цели как вот там они у нас товарищи говорят слушай я в ближайшее время хочу у меня задача собрать там 5 миллионов в такой-то фонд и я себе это поставил как короткую цель для того чтобы поставить там цель следующую и так далее и так далее там если говорить про себя у меня это более локальная вещь если не брать в расчетку это регулярную благотворительность моя жизнь она так или иначе оказалась связана там относительно недавно с диабетом и я понимаю что это нормальная часть жизни но ее чтобы проживать комфортно нужна куча там консультантов нужны дорогие всякие приборы которые на ежемесячной основе тратятся и вот здесь поднимался вопрос по социальных то что первые кто страдают это не социальные незащищенные слои это те у кого не хватает денег на то чтобы поддержать свое там психологическое или финансовое здоровье на соответствующем уровне и вот как раз резиденты могут за счет того что есть ресурсы могут где-то знаниями где-то финансами где-то просто уже прямой помощью помогать людям проживать такую же жизнь как и все остальные спасибо спасибо Дмитрий 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 и таких действительно примеров очень много я бы хотел сказать если чуть выше отдельных случаев подниматься я считаю что ответственность самого сообщества в целом держать это в фокусе то есть мы говорим да там бизнес задачи меры поддержки еще что-то еще что-то о благотворительности вот это внимание давать не забывать о том что когда мы идем или чаще мы бежим вперед как Екатерина сказала что если ты мыслишь сегодняшними своими интересами у тебя и мысли и разговор и фокус один если ты поднимаешь глаза чуть дальше в горизонт то есть вопрос не только заработка сегодняшнего дня мы уже в ответе за стратегию за горизонт мы должны смотреть туда выждевать и там и там и тогда у тебя совершенно другие ты начинаешь о культуре в компании разговаривать о том что у нас принято поддерживать о том что помощь какая-то о том что многие и ты смотришь эти и тогда ты когда ты начинаешь об этом размышлять ты видишь эти примеры вокруг себя оказывается там вот у этого резидента в корпорации сформировали фонд поддержки что если кто-то не дай бог оказался в трудном поражении там не дай бог кого-то из близких не стало там забрали сейчас там выливать отца погиб еще какие-то примеры личные там трагедии есть поддержка и оказывается это на фоне не культура так можно сделать кто-то создает сам все в школе когда раз новый резидент заходит в чат как и многих клубах он представляет ему рассказывает там лавр 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 красавица жена у него детей и дальше у меня такой длинный список послужной дальше а еще у меня есть школа я там учредил вот вижу такую миссию как человек все это успевает а что так можно было и вот этот фокус что это оказывается это не обстановленная часть это пазли к личности на сегодняшний момент вот это иметь этот фокус что так важно нужно и об этом нужно говорить ты сам начинаешь дышать этим воздухом и уже трансферировать это дальше в своих в своей жизни в своей компании и дальше распространять спасибо ангелий алексей такие две части моего ответа первое про то что думаем о том что Екатерина сказал про две цели про безопасность и про развитие как две вроде конкурирующие истории но в принципе как раз сообщество оно и создает атмосферу безопасности базовую что тебе не нужно думать о каких-то проблемах или вот а что эти люди что это завезет вокруг выживание и прочее и ты начинаешь у тебя возникает возможность для того чтобы развивать себя развивать свое окружение развивать этим меняя мир вокруг себя разные через проекты и так далее вот это вот доверие это как раз и есть то как мы напрямую влияем на экономику это напрямую разговор да а косвенно через те принципы или ценности которые исповедуются внутри сообщества и что является нарушением этих принципов даже было более важно я думаю сейчас увеличивается количество сообщества в стране все так или иначе вступают в разные сообщества но не там за горами тот момент когда люди будут исключать из сообщества и они в этом уже происходят и вот этот момент когда человек исключает из сообщества он очень важен будет потому что это уже какой-то принцип а почему ты становишься нерукопожатным да и это вот принципы причем не придуманы не сейчас а очень давно ну и какие-нибудь гандейские союзы торговые они же тоже базировались на дальнейшем и вот эта нерукопожатность она происходила из-за нарушения каких-то устоявшихся нерн принципов признаков и сейчас просто на это большой запрос дополнительно по нему ролей других институций это вот там первая часть а вторая часть про социальный аспект в нерн принципах у нас одна из таких базовых важных ценностей это щедрость не безразличия и большинство членов сообщества они как раз это инвесторы либо ченжмейкеры люди которые занимаются напрямую социальными проектами социально-бизнесовыми коммерческими проектами и так далее и как раз идея этого неравнодушия того что вместе можно делать больше добра больше щедрости и ведь предприниматели уже сейчас большинство сидящих здесь в зале понимают что большое наибольшее удовольствие они получают лишение какой-то проблемы ни от денег который зарабатывали а потому что от интерьера которые они сделали и уже Midway что только занимается бизнесом ради денег но это как бы на это料 неинтересно и подтод Lyft зачем поэтому большинство занимается какой-то социально-активной деятельностью кто-то конкретно финансовpositive проектами кто-то внедряет практики филатросциальные в самом бизнесе становятся цели эсноши большая градация на самом деле между частой благотворительные где вы деньги вдв боготворительной до бизнеса такого 원래 актуальный бизнес там очень много оттенков как это может происходить со мной дом например это социально-коммерческий проект то есть мы сдаем на связи задача коммерческой устойчивости у нас нет задачи по максимизации прибыли или выручки как как бизнеса экономической устойчивости чтобы быть автономным чтобы существовать долго долгосрочно и не зависит какую-то одного человека а во вторых потому что если бить голоса действительно то есть если кто-то за это платит как будто это нужно и вы не становится то тут такое ты не становишься не становишься на месте с другой стороны результативность успешность нового например измеряется количеством и качественных проектов которые родились внутри дома или у мендеров нового дома познакомившись или за пределами и так далее на мере именно этим сова долгосрочную успешность и благосрочная результативность также многие других институции у бизнес-школы сколько вы тоже это не только коммерческие цели но в том числе а кем становятся выпускники как меняется экономика всей страны и принципы и так далее и мне кажется вот через это когда вы понимаете что важно только вопрос как и в ответе вот сегодня а вопрос зачем и здесь нужно прослушать разных людей которые которые все занимаются какой то есть сашку или кого то есть френды которые поддерживают а кто это создает свой бизнес таким образом чтобы он помогал большой группе людей в новых городах или как-то более дистанционно спасибо дам хочу задать вопрос он темно вот миссии клуба эльбрус говорится о формировании ответственного лидерства стране вот хотелось бы узнать что вы подразумеваете под ответственным лидерством и как идете к реализации вообще этой миссии какие успехи но делитесь пожалуйста спасибо большое за вопрос действительно когда создавался клуб в первый год как раз он был ответом на вопрос а зачем точнее а что будет дальше после того как у нас объединили ценности в общие дела когда появлялись проекты переросшие постоянные и были прописаны на одном из первых собраний клуба эльбрус миссии ценности клуба они на сайте есть можно за если кому интересно будет ознакомиться и действительно кто такой сегодня лидер как наверное больше из нас ответит это человек который возьмет ответственность за окружающих возьмет ответственность за происходящее и и и за эти действия то есть это не тот кто скажет делай как я говорю делай как я личным примером и ответственность она здесь такая в каком разрезе что ответственное лидерство это не только точнее это не про то что вот лидерство такое показанное какое-то лидерство собственные какие-то мотивы а лизе ответственно лидерство это то что ты вовлекаешься в процесс и вот это вот общие ценности и задачи и чаяния людей которые окружают ты про них первую очередь думаешь потом уже даже в каком смысле про себя если это и вообще необходимо и достигаете вы общих результатов не только в рамках сообщества но и вот в любом деле за который ты берешься и в этом смысле примером этого ответственного лидерства являются проекты клуба это обучающие например экспедиции где управленцы практически все являются управленцами составе клуба предлагают возможности своей экспертизы опыта работая в компаниях на государственной службе для региональных например правительств администрации и восемь таких экспедиций уже прошло более 800 граждан получили ту или иную взаимодействие скажем так помощь от такого проекта и конкретные кейсы которые камчатском крае в липецк области в ряд других регионов были проблемами вот такой десант скажем так управленческий бесплатно без каких-либо вы исключительно в благотворительном формате приезжал выстраивал клиентский путь так называемый cgm всех бизнес-процессов предлагал решение и в том числе решал конкретные проблемы тех же граждан за счет собственного ресурса это не члены конечно и общество но в обществом может такие вещи себе позволить и активно продвигают с точки зрения охвата вот этого предыдущий вопрос про влияние действительно нас на социум наш клуб я думаю имеет уже небольшой свой вклад только по проекту связанные с образовательными историями у нас там есть такая академия лидерства в прошлом году учредили объединив все возможные образовательные активности количество участников этих мероприятий которые были организованы членами клуба по стране составляет по нижней границе оценки 90 тысяч человек которых мы охватили вот поэтому этот тренд есть он набирает в нашем случае силу а вот еще одним проектом который хотел особенно поделить с точки зрения примеров влияния мы для себя считаем правильным и историю про наставничество и кстати вот 23 год как раз год педагога и наставника в этом смысле у нас было четыре потока такой программы более шестьсот вам двадцати семи ребят из вузов из победителей участников проектов платформы россии стран возможности мы брали под крыло и течение минимум года по программе сопровождали помогали в развитии тем кто заинтересован собственно в таком и перенятие ценностей вообще в общих проектах и такие сам являлся являюсь тоже наставником для одного из участников таких федеральных конкурсов и в каком-то смысле помог ему тоже выстроить свою то карьерную стратегию не в плане просто пригласить к себе на работу и закрыть этим моментом в любой вопрос а действительно выбрать тот путь который ему ближе вот и такие проекты действительно яркие примеры влияния на социум и пример пробона поэтому пусть будет их больше и ответственных конечно чтобы они были все и на отражение вот этого понятия ответственности своих золотых спасибо большое да сейчас мы перейдем наверное к следующему вопросу и после уже у нас будет время как раз пообщаться немножко заем вот вопрос состоит тоже к спикером да как мы сообщество можем усилить усилиться вот сегодня да чтобы повлиять на благополучие и улучшение качества жизни людей екатерина давайте мы у вас по традиции попросим запустить этот мне кажется мы об этом говорим на протяжении всей встречи да то есть вопрос открытый надо понять что такое качество жизни может быть нам всем да и сообществах гораздо проще сделать это что вы переосмыслить именно вот для себя это понятие что такое для меня качество жизни в то время как привычный ответ на это связан ну зачастую особенно если мы имеем бэкграунд какой-то там ограниченный ресурсами жизни да очевидно качество жизни вернее на поверхности ответ что это связано с материальными ресурсами но вот игорь был когда-то участвовал в передаче секретный миллионер если кто-то смотрел это такой ценный опыт для него был когда по сценарию он оказывался в новом для себя месте где у него нет никаких связей никаких контактов он был загримирован так чтобы случайно его никто не узнал и он должен был несколько дней выживать он должен был найти себе еду жилье это было по-настоящему то есть там не было никакой страховки сценарий и для игоря вот он делился и я прям тоже прожила как будто сама этот опыт для него было очень важно узнать что оказывается можно жить без денег оказывается можно общаться с людьми предлагать свою помощь какую-то и они тебе за это тоже поддержат они тебе дадут переночевать дадут поесть дадут одежду и вот когда ты для себя открываешь что есть что-то более важное да чем материальные ценности это и есть качество жизни и мне кажется безусловно да ответ на вопрос можно ли силы сообществ менять качество жизни людей и особенно в этом аспекте чтобы переосмыслить для себя вот эти ценности и понятия качества жизни ну а какое-то благополучие какие-то там базовые вещи опять же они прикладываются как правило да то есть это не остается не охвачен эта сфера жизни я имею ввиду удовлетворение каких-то базовых потребностей это приходит но уже как как следствие как следствие того что у нас существуют качественные социальные вот эти поддерживающие связи спасибо Екатерина Алексей а можете вопрос повторить пожалуйста конечно четвертая вариация мне кажется на тему как сообщить что нам полезным а с какой стороны сейчас сейчас качество жизни да как мы как сообщество вот можем усилиться сегодня да чтобы повлиять на благополучие да 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 как больше еще влиять и для большего влиять слушайте ну да действительно мы много про это там сегодня пытались говорить или рассуждать на эту тему а можно вопрос кто состоит в сообществах каких-нибудь вот все да здесь а кто состоит больше чем в одном сообществе а больше чем в двух сообществах ну смотрите уже умышленность объединения чтобы влиять друг на друга абсолютно точно мне кажется эти пересечения будут расти и расти и люди действительно все мы являемся частью сообщества даже неформальных это я скорее всего люди поднимали формальные сообщества какие-то мы все выпускники какого-то школы выпускники какого-то вуза мы бизнес-школы района чатика жильцов да вот эти шлагба скидываем все вместе а еще в бизнес-клубах состоим и театрал определенного театра вот ну вот эти вещи мужчин мы description влияем на окружающий мир на окружающая действительность через то что мы считаем хорошим плохим вот просто это вас определяет что хорошо что плохо говорят что вот нет такого слова не будет хорошо и плохо хорошие плохие поступки да в принципе вот эта вот база хорошо и плохо она немножечко как бы смещается но через сообщество мы эти вещи нюшим говорить что это люди которые одинаково оцениврен что такое хорошо что такое плохо через это мы влияем и через это мы влияем в первую очередь на наше будущее поколение, на наших детей, закладывая какие-то нормы, раньше было книга, да, и говорили, что такое хорошо, что такое плохо, вот, а теперь нужно детям рассказать, а что такое сейчас в таком сложном мире, который происходит, что такое хорошо, что такое плохо, как с этим жить, как с этим быть, что такое критическое мышление, что такое щедрость, милосердие и прочие вещи, которые для каждого из нас ценны и, может быть, цены по-разному. Наверное, мы можем и должны влиять через это, устанавливая правильный диалог, причем, опять, влиять не в смысле, что нужно детей заставить быть какими-то, а то, что сейчас, наверное, первый раз, первая такая ситуация, когда дети учат родителей. Вот у нас за историю микрочеловечества был редко такой момент, когда можно учиться у детей и часто очень многое нужно у них перенять, это не только касается технологий, гибкости мышления, понимания разных вещей. И вот этот диалог нужно прородить постоянно, нужно разговаривать, нужно в нем находиться и не закрываться, потому что самое главное, самое плохое — это равнодушие. Вот, мне кажется, нужно отметать равнодушие, находиться в диалоге и влиять сначала на себя, потом на свое окружение и через это пытаться влиять на мир, не привлекая внимания санитаров, как говорится, вот на книжке. Спасибо, Алексей. Смотрите, я просто предлагаю, если у кого-то есть вот сейчас высказаться по этому вопросу, пожалуйста, и перейдем тогда уже к вопросам. Давай. Если позволишь, я бы немного перефразировал вопрос, и я бы... Очевидно, что мы влияем, да, каждый по-своему или клубы по-своему, но тут вопрос скорее не как мы влияем, а как усилить это влияние, и можно ли его усилить, объединив сообщество, можно ли усилить, объединив наше взаимодействие, усилив его, да, повторюсь. Почему я хотел бы над тем подискутировать? Мы, как Эквиум, неоднократно, я знаю, да, пробовали совместные мероприятия с другими бизнес-клубами, и, как правило, это получается либо спортивные соревнования, либо бизнес какого-нибудь, батл, по-другому это не назовешь, и это уже классно. Но это недостаточно, и это не позволяет нам всем быть знакомыми, проникаться ценностями друг друга, потому что мы в целом говорим все об одном и том же, но акценты разные, да, мы здесь все похожи, но отличаемся, и чем ближе мы станем, чем больше мы начнем взаимодействовать, тем более широкий круг людей мы сможем вместе с вами опылить или, как там, обстучаться, да, то есть чем больше мы сможем повлиять. И, на мой взгляд, в этом основная, как бы, цель и ценность дальнейшего развития клубов, чтобы появился некий, может быть, координационный орган или смысловая составляющая, которая будет двигать предпринимательство в работе. Не отдельный бизнес-клуб, не отдельные ячейки, а вместе. И если говорить про какой-то первый шаг со стороны Equium, с нашей стороны есть предложение. В октябре Equium собирается и проведет большой бизнес-форум. Возможно, это будет форум, возможно, это будет даже ярмарка, где опытные бизнесмены будут делиться своим опытом, извините за эту фатологию, и показывать, рассказывать примеры своей жизни тем, кто только начинает бизнес или хочет посмотреть вообще, а что такое бизнес. И мы, с своей стороны, предлагаем присоединиться другим клубам к этому форуму, чтобы сделать это не форум имени Equium, а форум для людей, форум от всех клубов, кто готов к нам присоединиться. Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Да, с удовольствием придем. Спасибо, я извиняюсь, просто гуманитарное образование не дает возможно высказаться. Я пойду в разрез немножко по поводу это увеличение влияния. У меня мой личный опыт клуба. Мы на первый год пребывания выехали на ретрит. Это, значит, выездное мероприятие. Дня на три ты выезжаешь своей форум-группой. И, значит, мы сидим. Для меня это первый опыт какой-то такой практики. И модератор говорит нам, у нас листочки, мы сидим, он говорит, есть задание, напишите трех самых главных людей в вашей жизни, ранжируйте по важности. И, значит, все начинают вокруг что-то писать. Я начинаю паниковать, потому что я-то не знаю, как правильно ответить маму, папу, сына, кого-то поставить первым. Детей много, список один. Я ничего не написал, я не смог найти ответ на этот вопрос. А потом ему ударили, говорит, ну, так, все отвечайте. И все ответили, мои ребята вокруг, они первым днем поставили я. То есть самый главный человек для меня я. Я понял, боже, что мой, я так упустил этот вообще маленький нюанс, что самый главный для меня это я. И у меня тезис немножко другой, что он звучит так, что во время авиакатастрофы одень сначала маску на себя, а потом уже на детей, на своих сотрудников, на партнеров, на родственников. Поэтому в первую очередь увеличение качества, там, влияния сообщества это улучшение и ответственное отношение к себе. Ты к себе должен быть максимально требовательный, видеть примеры вокруг, видеть классное развитие людей, видеть их внувание и стать лучшей версией себя сам. А потом уже ты идешь в социум влияния вокруг. Поэтому вот у меня вот такой тезис. Спасибо, Екатерина. Коротко. У нас с Игорем есть любимая цитата на эту тему. Я не помню, правда, чья. Кого-то из восточных мудрецов. Главное в жизни быть собой, а средство для этого быть для себя. Спасибо. Долька. Отлично. Отлично. Мне багаж накопленных знаний не дает молчать, пока я готовилась к этой сессии. Я прочитала про индекс лучшей жизни Лессер. Это как раз про связь сообществ и то, как они могут влиять. И вот в этом индексе лучшей жизни, он называет Better Life Index, там как раз далеко не только экономические факторы, но и факторы учитываются, как те, которые влияют на жизнь. Там в том числе баланс между работой и личной жизнью, ощущение безопасности. Да, там есть экономические факторы, такие как доход, доступность работы. Но есть социальные факторы, как экологическая повестка страны, в которой ты живешь, образование и завершая сообщество. И этот индекс, он строится по странам, которые являются участниками ЛСР и некоторые другие страны включены в этот индекс. И мне, конечно, стало интересно, где находится Россия относительно, если выбирать параметр сообществ. И как бы я не очень обрадовалась тому, что я увидела, потому что Россия по сообществу и тому, как она может влиять на качество жизни, находится где-то в начале этого списка. И было интересно, кто находится наверху этого списка. Но там вполне ожидаемые скандинавские страны. И тут можно медитировать про то, как все-таки экономика предзадает качество жизни. Но там также был Израиль, Исландия. Но Исландия, мне кажется, в целом создана как страна-сообщество. И Чехия. Вот это на размышления. Еще есть определенные факторы, благодаря которым человек включен в все большее количество сообществ. Это наличие... Чем выше ваше образование, тем больше сообществ вы включены. Чем вы старше, тем большее количество сообществ вы включены. И вот, наверное, чтобы усиливать сообщество, нужно... А, и чем больше ваш доход, тем большее количество сообществ вы включены. Поэтому нужно, видимо, взрослеть, получать больше образования и усиливать доход. Но это в шутку. Для меня сообщество — это такой сильный признак гражданского сообщества, которое строится на как раз доверии. И чтобы развивать эту культуру, чтобы через сообщество влиять на экономику, нужно усиливать климат доверия между участниками общества и между разными общественными организациями, институтами. Спасибо, Ольга. — Я могу коротко добавить, если позволите. Вообще сообщество — это же среда, клубы — это среда, среда, которая формирует инициативу, формирует проекты, формирует энергию на эти проекты. Поэтому хочется просто сказать, что их должно становиться сильнее сообщества, чтобы влиять. Они должны становиться больше, чтобы еще больше на общественную жизнь, на позитивные изменения, на новые проекты в любой сфере. От бизнеса до социальной, образовательной. Поэтому просто должны становиться больше. Здесь еще важна, мне кажется, мысль, которую Алексей озвучил, что может же быть сообщество вокруг шлагбаума, кто скидывается. А может быть, есть другие сообщества, которые мы с вами вместе строим, это системные сообщества, у которых есть стержень, у которых есть принципы, где мы следим фактически за этими правилами, как через кодекс или просто через пример основателей. И важно, чтобы именно больше таких сообществ становилось. Именно они были примером. Потому что ведь те, кто скидываются за шлагбаумом, у них может быть в разную сторону пойти, да, их направленность и энергия. Поэтому, чтобы больше влиять на общество, системных сообществ должно становиться больше, они должны становиться сильнее. И вот, как сказали, мы еще только в начале пути, потому что мы в начале списка, да, то есть нас еще очень мало. И сообщество, и в целом такое покрытие и наполнение этой нашей части жизни. Спасибо, Александр. Екатерина Натальевна. Антон, есть что-то добавить у вас? Смотрел как раз индексы, которые с коллегой состоялись. Было интересно, какая же там методология. Там увидел, что равенство полов, например, написано это как раз про Норвегию и прочее. Как одна из основных частей, позволяющих этим странам выше подняться. Ладно, был с ними. С точки зрения, действительно, того, как мы можем увеличить свое влияние, это действительно, это можно пройтись вот по пирамиде Маслового, которые, в принципе, заложены XPWC, сейчас технологии доверия, когда они делали индекс качества жизни в городах нашей страны с ВБРФ. По большому счету можно выбирать в любом из наших сообществ определенную группу тех базисных ценностей, связанных с материальным достатком, различными выращениями в рамках акций, мы вместе и собственных инициатив и так далее. И вплоть до ценностей по самореализации, где мы как раз путем образовательных историй, различных программ, наставничества можем помогать и улучшать все, что видим вокруг себя. В этом смысле вопрос эффективности и нашего масштаба влияния, ну, он действительно такой дискуссионный, все зависит от нашего личного возможностей, количества участников, системности подхода. В этом смысле я думаю, что каждый из нас после дискуссии может за счет обмена теми же контактами, за счет улучшения синергии вот наших сообществ вот этот КПД увеличить. Может найти сторонников и вот как поднимали руку некоторые члены, одних сообществ является членами двух, трех, четырех, десяти, тоже, мне кажется, инструмент для того, чтобы сделать нас еще более продуктивными. Вот, но самое главное, вот, наверное, как боги говорят, вот в этом процессе развития жизни вокруг себя, поддержки вот этого создания социального блага не останавливаться. То есть вот этот вот заезд, марафон, ни в коем случае в нем не останавливаться и крутить эти педали. Тогда ты будешь наполняться с вот этой жизненной энергией, когда отдаешь, получаешь намного больше и результаты будут с каждым днем только радовать тебя и, собственно, менять мир к лучшему. Спасибо. Спасибо. Хотел спросить, вы придете на приглашение Дмитрия на праздник Эквиума, да, я правильно понимаю, Дмитрий, вы пригласили бы Спиктеров? Все, супер. Давайте поклопаем. Спасибо. И хотел бы перейти к вопросам. Я все-таки дополню еще немножко, потому что навели на мысль о том, как нам действительно усилить влияние каждого из наших сообществ. При том, что каждое сообщество дорожит своей самостью, что называется, дорожит своей идентичностью и чувство принадлежности к сообществу, оно очень значимое для каждого участника сообщества. При этом нам действительно здорово найти возможность объединяться. и вот эта метафора с сообществом, которое строит шлагбаумы, она очень показательная, да, то есть можно собраться, построить вокруг себя стену и сидеть в этой конуре, охранять ее и никого не пускать и не выпускать. А совсем другая история, это не про границы, не про стены и не про заборы, а про мосты. И наша энергия там, где наше внимание. И если мы фокусируем свое внимание на этих мостах, на этих связях, в том числе и между сообществами, туда идет наша энергия, и так мы усиливаем силу нашего влияния. Спасибо, Екатерина. Так, ребят, кто хотелось бы задать вопрос спикерам? У кого есть, поднимите, пожалуйста, руки. Ага, да. Ален, подашь, пожалуйста? А вот. А, ага. Ну, смотри. Добрый день, меня зовут Елена Фитарчук, я как раз из числа тех, кто и в про выман, лидер и ментор. Давайте как-то. И в течение из 10. У меня вопрос, наверное, ко всем спикерам, а вот как раз мысль Екатерины мне очень близка, как вообще все здесь присутствующие спикеры думают на тему вот этой закрытости, открытости. Потому что я, как, например, член Союза пиарщиков, понимаю, что очень мало информации вовне, понимаете, о том, что существуют определенные сообщества, о том, как туда попасть, в эти сообщества. Понятно, что каждый из членов сообщества рассказывает и взаимопыляет, да, и растут члены, вернее, растут сообщества. Но как сделать так, чтобы еще большее количество людей об этом узнало? Давайте сделаем какое-то мероприятие, вот Эквиум, да, пригласим туда журналистов, устроим пресс-конференцию, давайте выходить широко в медиапространство. Если позволите. Супер, спасибо вам за вопрос. Это действительно очень важный и насущный момент. И, на мой взгляд, каждый из нас работает через соцсети, через YouTube, Instagram и так далее, и старается об этом рассказать и показывает это ближнему кругу. Но чем больше мы взаимодействуем с медиа, чем больше мы взаимодействуем друг с другом и чем больше мы делаем таких вот мероприятий, как форум в октябре, еще раз, да, все приглашены, разумеется, тем эффект будет намного более-более сильный. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а союз пиарщиков это сообществу? Ну, давайте дружить сообществами, тогда вот и союз пиарщиков расскажет о нас тоже. Спасибо, давайте поцепим. АПЛОДИСМЕНТЫ Я не знаю, как у ребят, в клуб приезжают и поступают предприниматели из регионов, им там очень сложно найти какое-то сообщество, потому что просто там чисто физически меньше таких активных предпринимателей остается. Они приезжают и там они еще более закрытые люди, им еще более сложнее, вот что такое открытость, что надо вот тут искренне разговаривать, что это там важно. Я привожу пример личный мой, что когда я по-настоящему что-то рассказываю честно, понятно, что это должно быть в какой-то безопасной среде, не то, что люди вышли и тут же об этом как-то так. Мы, конечно, оговорим определенные правила безопасного этого общения, какая-то конфиденциальность, какие-то морально-метические принципы, но история стоит в том, что когда я начинаю честно, искренне с кем-то разговаривать, чем-то делиться, я в первую очередь разговариваю с собой. Что это способ по-настоящему узнать себя, что, возвращаясь к моему предыдущему ответу, качественное выселение, влияние сообщества, это, во-первых, сильный настоящий лидер, который хорошо знает себя и который делает то, что он по-настоящему хочет. А как узнать, что я по-настоящему хочу, если я себя не знаю, с одной разговариваю, на психотерапию не согрел, ну, никак. Вот эта открытость, наверное, на самом деле это способ прийти к себе и узнать лучше себя. И когда под этим углом начинаешь как-то это проговаривать и объяснять, оказывается, что это многим отзывается, они говорят, да, действительно, давайте я попробую быть с вами настоящим, и в этом случае я лучше узнаю себя. Спасибо. Алексей, есть что-то добавить? Добрый день. Давайте. Да, всем добрый день. Ирина Целинская, ментор по личному бренду, прямо в тему все, что вы сказали, на самом деле это человек, который помогает человеку найти себя, найти себя, свою уникальную молекулу и чем он может быть полезен в этом мире. У нас как раз-таки я состою, была два года представителем международного сообщества UVill, резидента сейчас UVill World, и мы с девушками, вот Лена, моя коллега, и Наташа, мы организовали сейчас соцпроект рецепт женского бизнеса, как раз и в составе проекта Pro Woman, да, так что благодарю Екатерине, что тоже сподвигли нас на это. Каждый спикер сегодня уникален, говорил, все в сердце, прям все в душу попадало, благодарю, случайно тоже выпало, случайности не случайно. У меня вот такой вопрос, уважаемые коллеги, да, мы сейчас говорим про открытость, мне очень это звало сейчас от Екатерины налаживать мостики, но еще больше меня волнует, как вот таким экспертам, как я, как Лена, например, попадать в ваше сообщество. Мы все понимаем, что у экспертов не могут быть объемы там 60 миллионов плюс, но у нас маржинальность очень хорошая, вы это прекрасно понимаете. Как, например, если я хочу быть вкладом каждого человека в вашем сообществе, у меня есть определенная миссия раскрыть таланты каждого вашего предпринимателя, каким он вкладом может стать вообще в мировое сообщество, потому что у вас реально уникальные люди, ваши мемберы. Это предприниматели с миллионными бизнесами, которым ворочат, и они могут влиять на огромное количество людей, они вообще могут поменять этот мир. И мы те люди, вот эксперты, я таким являюсь, да, который может как раз-таки раскрыть эту уникальность и найти, нащупать вот этот соцпроект. В общем, прямой вопрос, как стать спикером в вашем сообществе, как попасть в это сообщество, если я не предприниматель, и у меня нет, например, там каких-то огромных оборотов. А я хотела бы стать вкладом в ваше сообщество. Спасибо, да. Второе гуманитарное образование тоже не дает. У нас пример атлантов такой, что попасть в спикеры достаточно просто, так как внутри все резиденты могут инициировать определенное мероприятие, определенное масштабо, в зависимости от калибра эксперта, либо она на весь клуб, либо она на инициативную группу внутри. То есть механика работает так, что если вы работаете с кем-то, кто уже находится в клубе, вы пересекаетесь, вы просто договариваетесь с ним, чтобы он в клубе инициировал это мероприятие, администрация помогает быстро с организацией, и вы попадаете таким образом, мы организуем мероприятие, вы там помогаете нам. Спасибо. Лидер московского сообщества Equium, Дмитрий Гритц, это не человек с миллиардными оборотами, фабриками и так далее. Это, по сути, консалтинг, но ценность его для сообщества, она невероятная. Именно его усилиями московский чаптор, он сейчас переживает второе ярчайшее перерождение. Поэтому я понимаю и поддерживаю вас. А сейчас внутри Equium идут как раз разговоры, как технически разделить формальные признаки. Возможно, это и не получится, но такие разговоры есть между бизнесом, скажем, консалтинговым и неконсалтинговым. Так что здесь вопрос быть рядом и смотреть, есть ли изменения или нет. А второе, быть знакомыми с резидентами или просто даже постучаться в администрацию клуба с предложением какой-либо инициативы, какого-либо мероприятия, и вам наверняка не откажут. Спасибо. Спасибо. Да, добрый день. Спасибо вам огромное. Меня зовут Анна Мелик. Я представляю частную школу «Золотое сечение» и являюсь педагогом и наставником. И вот у меня вопрос такой. То есть у нас, мы знаем, особенно среди частных школ, есть такие тютерские сообщества сопровождения детей. Но, к сожалению, пока еще в Москве, я знаю, есть в Нижнем Новгороде, но в Москве пока еще нет сопровождения родителей и родительско-детских отношений. Поэтому мой вопрос, наверное, всем спикерам, но в первую очередь, наверное, к Екатерине и коллеге. Каким образом вы видите сотрудничество ваших сообществ со школами, ну, в данном случае, например, с нашей школой или с другими частными школами в Москве, для того, чтобы создать вот это сообщество детско-родительских отношений, коучингового сопровождения именно родителей? Ну, и, естественно, какой-то взаимообмен, который тоже необходим. Спасибо. Да, спасибо. Прекрасная школа. Но у нас есть разные форматы. Да, я с вами согласна, что тема не как бы она такая в зачатке. Это очень интересная тема. Есть разные форматы подключения экспертов к теме, к сообществу. Вы можете просто прийти и рассказать о своем кейсе, потому что через себя это всегда лучше, чтобы было интересно другим участникам. Но в целом все просто. Давайте знакомиться и делиться опытом. Я дополню. История про то, что родителей надо как-то образовывать и развивать, она стара как мир. Ну, по крайней мере, на моей памяти всегда это было. И всегда, особенно со стороны педагогического сообщества, на это большой запрос. Говорят, ну, что мы можем сделать? Посмотрите на родителей. А родители говорят, ну, что мы можем сделать? Посмотрите, какие школы. Ну, и дальше пинг-понг. Я уверена, что родители, которые стремятся развиваться и которые придут в эту тьютерскую ассоциацию, потому что они уже везде были, а здесь еще не были, они стремятся развиваться. Таких родителей, ну, несколько процентов. И это те люди, которым меньше всего это нужно. А нужно-то это как раз тем людям, которые ничего не ищут и ничего не хотят, никуда не стремятся. Но история про школьное сообщество как раз... Я почему так в эту историю верю тоже и болею за нее, что мне кажется, она создает среду, куда вовлекаются все, ну, более широкий круг родителей, чем только вот эти вот мотивированные. Туда вовлекаются, а дальше начинает работать тот же принцип ролевых моделей. Они смотрят по сторонам, они смотрят, что в других семьях другой уклад, другие отношения, другая удовлетворенность этими отношениями. И они начинают для себя ставить вопросы, искать на них ответы, и постепенно у них происходит трансформация мышления. Только так. Спасибо. То есть сила сообщества. Так, спасибо. Давайте, да. Микрофон уже. А где микрофон? Микрофон у меня, я воспользуюсь. Здравствуйте всем. Большое вам спасибо за хорошее выступление. Было очень интересно. Меня зовут Нор. У меня такой вопрос. Понятно, что особенно после пандемии жить и не быть в каких-то разных сообществах, естественных сообществах уже невозможно. Только везде, где я был, я, к сожалению, официально не являюсь членом никакого сообщества, потому что у меня нет российской компании. Ну, я имею в виду бизнес-сообщества и так далее. Остальных есть. И еще буду. А как решается вопрос в следующем? Как внутри сообщества решается вопрос доверия? Потому что там же все строится на доверии. Но какие инструменты используются, чтобы этот вопрос решать? Потому что сколько дискуссий у нас не было в разных форматах, мы не можем найти этот ответ. Ну, наверное, же есть. У вас же это получилось. Спасибо. Спасибо за отрез. Я думаю, что Екатерина в «Про женщинах» это особо важная тема про доверие. Она сейчас расскажет нам. Спасибо за вопрос, потому что благодаря нему мы сейчас коснемся темы, которую мы почему-то еще не коснулись. В сообществе про женщин, во всяком случае, доверие — это ценность, которая создается в формате малых групп. То есть вот сообщество — это же не просто скопление людей, это определенная структура. И малые группы, которые ведет лидер, малая группа, лидер ее ведет по определенной методологии. Он может пройти обучение, может просто прочитать методичку для того, чтобы таким образом проводить встречи в группе, чтобы там формировалось доверие. Это основная цель — создать атмосферу, и она может возникнуть сначала, когда человек не привык доверять, она может сначала сложиться в малой группе. 8, 12, 10 человек, люди, объединяясь, им гораздо быстрее и проще построить эти отношения доверительные. Научиться доверять, научиться открываться, научиться говорить не только о том, насколько я хорош, но и о том, насколько я уязвим. И вот через это создается доверие. А дальше в этих группах появляются люди, которые распространяют этот подход. В сообществе про женщин лидер собирает группу, проводят эти встречи, участницы приходят, они получают эту ценность и приходят потом к тому, что они готовы сами идти уже отдавать и создавать группу, становиться лидером, привлекать участниц, формировать среду доверия. И мне кажется, да, спасибо. Мне кажется, Салаб, что которые ищут ответ на этот вопрос, неизбежно приходят к этому формату. Да, давайте посмотрим Екатерине еще раз. Я часто слышу вот от про женщин, то лидеров состоит, про доверие, это очень круто. У нас с Алексеем, я сейчас скажу так, вы знаете, доверие, большинство же клубов, которые вот на сцене, есть в форум-группе, правильно? У нас в форум-группе нет, вот такая намеренная, в том числе история, потому что у нас много членов сообщества, которые состоят в клубах, в бизнес-клубах, и там закрывают действительно эту огромную потребность, это очень классный, здоровийский инструмент, я тоже являюсь членом форум-группе в одном из сообществ. У нас проблема доверия, или не проблема даже, а выстраивание доверия решается через мини-сообщество. В целом нужно объединяться вокруг каких-то тех, как я говорил где-то в начале, не функциональное общение, не вокруг какой-то проблемы или отрасли, индустрии и прочее, а вокруг каких-то жизненных ситуаций, может быть, я запустил, мне было интересно, когда мне родился третий ребенок, я запустил мини-сообщество «Отцы». Мы собрались, мы пришли в «Брюссель-Клиф», собрались, и три часа, вместо того, чтобы это проводить время с детьми, три часа говорили о том, какими для их и отцы. Вместо того, чтобы пить, обязательно. Екатерина, вы вас там вложите на него, откуда вы знаете. Рассказал. Хорошо. Да, пришел пить еще. Я сказал. Второе, например, у нас сегодня встреча мини-сообщества и поигра в «Мафию», одна из очень многочисленных. И, казалось бы, «Мафию» вообще не про «Брюссель-Клифсель», не про нужный обман и друг друга, но это одно из самых близких, там, люди объединились, ходили друг к другу на дне рождения, на свадьбе, и на разные прочие мероприятия, бизнес-сообщества, и на облегах между собой. Потому что через слабые связи, не через то, что нас вот, мы не меряемся, не конкурируем друг с другом, а начинаем дружить. Как это, как вы знакомились с друзьями в школе или в дворе? Это же будет не через то, кто у кого родители, например. И я хотел... Я почему-то тоже перехватил микрофон. Я хотел, извиниться, мне нужно распакинуть и вернуться к своему сообществу, срежь на срочную встречу, говорить большое спасибо сказать всем организаторам и моим спикерам на этой сцене. Огромное им спасибо и всей команде. И особенно я хотел предговорить это, честно говоря, где-то здесь были фотографии, которые просто какие-то чудеса кнопатики выделали, вот такая на фоне. Я не знаю, вот ребята, кто на сцене были, это были здоровые. Потом хочется увидеть эти фотографии. Спасибо вам большое. До новых встреч. Увидимся в октябре. По форуме. С совместным форумом саку. Так, ребят, давайте передадим микрофон. А, да. Умыл я микрофон, поэтому сегодня воспользуюсь. Добрый день. Меня зовут Евгения Еньшина. Очень рада вас всех видеть. И, конечно, благодарю за те ценные мысли, которые вы высказали. Они, безусловно, откликаются у каждого из нас, мне кажется. Но у меня вот какой вопрос. Мы говорим о тех сообществах, которые, если мы посмотрим претроспективу, мы говорим о тех сообществах, которые создал Сократ. Не по какой-то принадлежности, не по крови, не по кастовости, а по ценностям, по собранию единомышленников. Также Рэй Эдинбург в своей книге, он американский социолог, и сказал, что сообщество – это третье место. Там, где собираются люди и работают более эффективнее качества, чем на работе. Так вот, вопрос первый. Вы считаете свои сообщества третьим местом? Это если говорить о первой части вопроса. И второе, конечно, если мы посмотрим на сообщество с точки зрения для бизнеса, для людей, для народа и для государства. Вот для общества какую ценность несёт сообщество, для государства какую ценность несёт сообщество, ну и с точки зрения для бизнеса. Я выскажу своё субъективное мнение. Для сообщества, точнее для общества, понятно, это сбор единомышленников и поддержка. Для государства, возможно, сообщество может стать лакмусовой бумагой для того, чтобы проверять настроение общества, если мы говорим о глобальном каком-то масштабе. А если мы говорим о бизнесе, то, на мой взгляд, бизнес как машина по зарабатыванию денег никому не интересен, и сообщество является хорошим, большим конкурентным преимуществом. Так вы считаете сообщество конкурентным преимуществом среди других бизнес-компаний? Это вот второй вопрос. Спасибо. 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 Сообщество, которое как раз объединяет реальный бизнес. То есть мы реальные жюри, мы не только картинка, мы действительно концентрация. Если там посчитать присутствующих на сцене сообщества количество рабочих мест, которые организовывают резиденты вот этих сообществ, там будет баснословенная цифра. Поэтому, безусловно, вина страны идет к тому, что по мере увеличения нашего веса, наш диалог и наша сила, возможность разговора будет все больше и больше увеличиться. Сейчас пока голос такой еще слабый, но постепенно, после Октябрьского форума, у нас глаз-глаз будет весен. Давайте поклопаем, Александр. Я тебе коротко, вы сказали, считаем ли третьим местом. Да, считаете ли вы третьим местом? Да, здесь не важно, что я считаю, потому что все-таки сообщество это про участников. Вы как представитель. Все-таки. Не важно, что я считаю. Важно, как оценивают это участники. Для кого-то это и может быть и второе место, для кого-то и первое это может быть место. Я не знаю, что там первое место в его этой иерархии, но для каждого это своя роль. И при этом это не только третье место, это как вот, да, там семья-работа. Вы не совсем поняли мой вопрос. Я проясню, простите. Третье место как некое сообщество для того, чтобы люди развивались от работы. То есть третье место было сформулировано. Это феномен вообще, который вывел американский социолог, говоря о том, что именно в этом месте, а оно можно было назвать его по-другому, вторым или первым. Здесь нет градации именно какой-то ступенчатой. Третье место было названо лишь потому, что это некое место, где люди развиваются совершенно по-другому. Потому что в работе есть какая-то системность и точный должен быть результат. Здесь, когда ты даешь большую свободу в третьем месте, назовем его все-таки так, у человека раскрывается креативность, раскрываются другие какие-то мягкие скиллы для того, чтобы он посмотрел и на свой бизнес, и на свою жизнь совершенно в другом ключе. Я имела в виду определение третье место именно в этом контексте. Спасибо. И здесь вот, смотрите, сообщество, вот наш клуб, я опять, как я сказал, делюсь опытом, то есть я не даю совет, я могу только рассказать на основании нашего опыта. У нас это про участников, про людей. И здесь каждый участник находит в нем что-то свое. Для кого-то это действительно место ресурсов. И он приходит здесь, вот прям конкретно получает ответы на свои вопросы, находит инвестиции или наоборот проекты находит, и вот так вот это используется, это нормально. А кто-то туда приходит, чтобы просто отдохнуть и переключиться. И, собственно, это все получается благодаря двум вещам. Это единство среды, то есть это вот прям единомышленник, это люди, которые похожи. И второе, очень важно, это люди, которые разделяют твои ценности, твои жизненные и бизнес-принципы. Спасибо. Я дополню, действительно, вот эта история про то, что это третье место, похожая в историю в секторах экономики, да, там есть государство, бизнес и третий сектор, вот некоммерческий сектор, почему-то связан, как правило, с социальными и благотворительными фондами, тропические организации. Но здесь речь идет об общественных объединениях, третий сектор, некоммерческий. И третий не значит, что третий по важности, а третий просто еще один важный, который часто выпадает из поля нашего внимания. Мы обращаем внимание на государственные структуры, мы обращаем внимание на бизнес-структуры, а общественные вот эти организации и объединения, они как будто бы могут быть, могут не быть, но без них конструкция неустойчивая. Это как третий ножка у табуретки. И точно так же и в жизни любого человека есть работа, есть дом, семья, но без третьего места, куда я иду добровольно, где я как я, где мой интерес, где я проявляюсь, тоже жизнь превращается вот в эту рутину и функцию, да, то есть и даже с точки зрения вот родительского образования, да, очень важно родителю иметь поле своих собственных интересов. Чтобы не зацикливаться на своем родительстве и прочее. И мне кажется, основной критерий, это то, с чего мы начали, я говорила, это добровольность участия. Вот третье место, это то место, куда человек идет по своей воле, по своей инициативе, по своему желанию. Если позволишь, я добавлю коротко пример. Для меня было очень показательно, месяц назад товарищ, кто в клубе состоит порядка года, он сказал, говорит, слушай, неожиданно при всех плюсах появилась большая проблема, точнее большой вопрос. У него три партнера, помимо него самого, довольно большой бизнес, энное количество миллиардов. Он говорит, двое из нас вступили в клуб. Прошел год, мы, а, до этого мы работали вместе, там, порядка 17 лет, друг друга понимали идеально, с семьями дружили и так далее, и так далее. А прошел год, и два партнера, которые в клубе, начали бежать быстрее, начали думать о других вещах. Им, говорит, все сложнее на партнерских сессиях, все сложнее на совете директоров друг друга понимать. И все дальше дистанция между двумя ребятами, которые остались вне клуба, и двумя, которые вступили и ускорились. Для меня это очень показательно. Спасибо. Спасибо. Вы так и не ответили на вопрос один из. Является ли сообщество конкурентом преимуществом для бизнеса, учитывая, что, когда развивается... Да, является. Да, когда сообщество, допустим, развивается внутри компании, и это притягивает дополнительные кадровые инвестиции, то есть становится более... Это 100% сильное конкурентное преимущество, потому что необязательно это транслировать вовне на профессиональном рынке, но неизбежно развиваются и собственники, и сотрудники. И если посмотреть, допустим, на мою компанию, там, три года назад и сейчас, это совсем другая компания с точки зрения сил, ценностных ориентиров и какой-либо, ну, вообще связанности внутри. А как пример, вчера подошла коллега и сказала, говорит, слушай, я тут позавчера пришла от психотерапевта, и она сказала, говорит, классная компания, ты работаешь, говорит, за год ты ни разу мне не пожаловалась, говорит, какие-то там все терапевтированные и дико комфортные. При этом за год она развилась очень сильно профессионально, то есть, на мой взгляд, вот это сочетание, с одной стороны, комфортной среды, с другой стороны, сильного профессионального развития, это большое конкурентное преимущество бизнес-сообщества, потому что я уверен, может быть, я сам и до этого и бы дошел, но на это понадобились годы, а с бизнес-клубом я смог это намного быстрее привить и в себе, и в компанию. Спасибо. Да, я еще добавлю то, что на самом деле в сообществах люди находят все. По факту, ну, весь мир же состоит из людей, вот если об этом сказать, да, то есть, и приходя в сообщество, человек там и находит и партнеров, и инвестиции, и примеры для моделирования, и находит новые бизнесы. То есть, по факту, вот, это среда питательная, где мы не знаем, кто станет для нас примером, или кто станет тем инициатором, который каких-то изменений в нашей жизни, то есть, там настолько многогранная, то есть, настолько факторов много, но именно эта среда, вот, питательная среда, сложенная из, вот, многосложная, она является, как раз-таки, катализатором изменений, то есть, такой. Да, Неван, тебе, да, все, добрый день, меня зовут Один. А, у меня такой вопрос, то есть, и проблема, и вопрос. Я уже три года занимаюсь неким строительством сообщества, это блогеры и продюсеры, да, и проблема в чем? В том, что мы сейчас базируемся снова в Москве. Почему? Потому что в регионах, то есть, люди едут сюда, в Москву, потому что там нет никаких вокруг, ну, как говорили, атланты, да, я так понимаю, говорили, что там нет просто окружения. И вот, как сообществами можно этот вопрос решить? То есть, у меня тут нет ответа на этот вопрос. То есть, да, там, Москва, там, Минск, понятно, это столицы, и там люди сами по себе объединяются. А как закрыть эту проблему в регионах, потому что вот мое окружение, я с Челябинска сам, и мое окружение никак не изменилось, и они вообще не знают никаких сообществах. Они живут, не знаю, там, работа, а вечером там посмотреть телек или ютуб и так далее. И как до них достучаться? У меня есть там некая идея, допустим, да, какие-то социальные ролики, какие-то фильмы, потому что я занимаюсь там еще продакшеном, сериалами и всем остальным. Ну вот, как до них достучаться? Как их пригласить, как их вовлечь в сообщество? То есть, блогеры есть, а объединения блогеров нет? У меня есть сообщество блогеров и продюсеров. Ну да, я имею в виду в регионе, о котором речь. Да, да. Берем какой-то конкретный регион. Там блогеры есть, а объединения нет, да, то есть, и они друг друга не знают, друг с другом не общаются, не взаимодействуют. Я не только про блогера говорю. Я понимаю, но это же пример, о котором мы можем обсудить этот вопрос. Да, да, да. Как это происходит про женщин, невозможно развить или инициировать развитие сообщества в регионе извне, да. Но очень важно найти инициативных людей, которые сами заинтересованы в том, чтобы объединять единомышленников, людей с похожими идеями, целями, ценностями вокруг себя. Найти таких людей и через них показываем, как это бывает в других городах, в других регионах. Ну, вот так это про женщин происходит через лидеров, которые захватывают эту задачу, которых удается этим увлечь, заинтересовать и показать, как. Это тоже важно, да, чтобы они не проходили этот путь, не изобретали велосипед. Вот так это происходит. И не всегда это происходит с первого раза успешно, бывает неуспешный опыт, но одна-то пытка не состоялась, будет следующая. Но здесь очень важно, что мы из Москвы в Челябинске сообщество не построим. Но мы можем найти людей, у которых это отзовется, откликнется и вовлечь их в это. Да, и здесь я поддержу Екатерину, потому что мы пробовали разные способы построения. Мы там сейчас есть в Казахстане, у других в Екатеринбурге, в Казани, в разных городах России и других городах, странах. И это только через найти человека, которому, знаете, кому больше всех надо, да, кому нужно найти такого, который вокруг себя сможет собирать. И второе, наверное, очень важное, что, знаете, вот доверие, его можно сформировать. Это вот наш опыт, кстати, который мы прошли вот лично, и вот с вами делюсь, это такой период, когда была пандемия. Опыт и доверие, доверие можно сформировать в оффлайне, то есть в живом общении, и перенести его в онлайн. Но вот доверие сразу, например, в онлайне сформировать почти невозможно, это очень сложно. Поэтому здесь, вот, наверное, наш опыт говорит о том, что в любом случае вам нужны живые встречи, живое общение, и потом тогда может появляться вот эта онлайн, среда онлайн-оболочка. Я здесь тоже, как хотел сказать, что не рассчитываю. На самом деле, хотелось уже завершать. Сейчас мы никуда не... ну, кто кому нужно, сейчас уйдут. Да, хотелось бы сказать всем большое спасибо. Мы сейчас переместимся в зону кофе-брейка, там можно будет пообщаться и задать вопрос, в принципе, каждому спикеру, кто еще останется в этом. И на самом деле здесь такой вопрос, который мы просто подвешиваем, а нужен ли нам дальнейший вот такой диалог лидеров, да, сообщества, и что нам это может дать. Поэтому всем большое спасибо спикеру. Давайте попробуем. Спасибо. Спасибо.